МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, мы продолжаем телемарафон. И для тех, кто к нам присоединился совсем недавно, хочу напомнить, что сегодня с гостями нашей студии мы подводим итоги избирательной кампании, обсуждаем основных кандидатов на пост Одесского городского головы. И все ради того, чтобы в день голосования 25 октября сделать правильный и осознанный выбор. В рамках сегодняшнего телемарафона мы, как обычно, проводим интерактивное голосование. И сегодняшний вопрос голосования звучит следующим образом. Кому вы доверите возглавить местное самоуправление Одессы? У нас есть три варианта ответа. Если вы доверяете Саше Боровику, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы доверяете Эдуарду Гурвицу, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же Геннадию Труханову, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, либо вы захотите поделиться полезной информацией, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Присоединяйтесь к нам, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе, высказывайте свое мнение на тему сегодняшнего разговора. Звоните, задавайте вопросы. Наши гости с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. А в этом очередном блоке нашего телемарафона в гостях у нас заместитель председателя Общественной палаты Украины Владимир Мамонов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, видите, я вас уже сразу председателем назначил. Не стоит. Оговор, как говорят по Фрейду. Владимир Разумович, скажите, пожалуйста, мы сегодня подводим итоги избирательной кампании. Совсем недавно мы с вами встречались в эфире и говорили о том, какая она сложная, непростая, какая она грязная. Говорили о тех отличиях, что ее отличало от предыдущих кампаний. Тоже не всегда чистоплотных, скажем прямо. Сегодня уже подводим итоги. Что бы вы хотели сказать, подводя итог этой предвыборной гонки? Ну, я пока увидел очень печальные результаты. Ну, пусть меня просят граждане. Каждый имеет право, конечно, свой голос отдавать за того, за кого он хочет. Но я хотел бы сконцентрировать внимание на господине Боровике. Если это его родная фамилия, конечно, а не что-нибудь, по его легенде, еще. Может, он не Боровик, а там еще кто-то, поди, знай, или кем-то был в другом месте. Ну, сейчас это у нас не Александр даже, а Саша Боровик. Он до Александра, видно, еще не дорос. Ну, ладно. Вопрос, в чем печаль? Я понимаю, что те люди, которые проголосовали за него, это порядочные люди, которые хотят что-то новое. Это те люди, которые не согласны с тем, что происходит сейчас. Вы понимаете прекрасно, что... Я не собираюсь говорить и агитировать людей, которые готовы проголосовать за Геннадия Труханова. У него есть заслуги, возможно, перед этими людьми, и они вполне сознательно, и имеют для этого, наверное, объективные причины. И то, что он набирает как бы четверть голосов, или там чуть больше, чуть меньше, это его заслуга. То, что не набирает больше, это, может быть, его не заслуга, но это, по крайней мере, реальная оценка. Человек трудился как мог, где хорошо, где не очень. Он, в общем-то, больше занимался руководством парламентских групп и фракций, организовывал голосования, которые были нужны господину Костусеву. Сейчас он руководил сам, но, в конечном итоге, это его дело, и у него есть практические дела, которым люди дают ему оценку. Вот это четверть. Это нормально. Это нормальные заслуги человека. А вот следующая четверть у меня вызывает волнение. Я прекрасно понимаю, что все ждали чудо от патрона Саши, Миши Саакашвили. Ну, все мы материалисты, и все знаем, что чудес не бывает. Но в чудеса хочется верить. Но я, граждане, не становитесь детьми. Понимаете? Это дети верят в чудеса. Придет на Новый год Дед Мороз со снегурочками, и что-то вам раздаст. Бесплатно, на шару. И, может быть, так много, что на следующий год весь хватит, до следующего Нового года. А потом опять говорит, хотя, может быть, даже вы знаете, что он придет всего лишь один раз, даст чуть-чуть. Но эту ночь вы проведете, покушав и выпив. Но впереди-то еще 360 с лишним дней, кроме этого новогоднего праздника. Поэтому давайте мы, кроме чудес, будем думать о том времени, которое будет потом. Вот представьте себе, что человек, не имеющий биографии, или в которой идут абсолютные несостыковки, которые указывают, что он без образования. У него нет высшего образования, у него есть там курсишки. Он нигде толком не работал. Понимаете? То есть, это человек безопределенного места жительства, безопределенного занятия, становится головой нашего города. Что он нам может предложить? Вот его якобы, так сказать, назначили, как вот сейчас модно делать выражение, по инвестициям. Ну хорошо, ты уже здесь давно. Возьми тему вместе со своим патроном. Вы же боретесь с коррупцией. И покажите городу, что вот эти даже 25% вы тут на двоих заработали. Потому что я прекрасно понимаю, что у Михаила Саакашвили, так как от него ждут в основном чудес. Это его авторитет распространяется на такого, как Боровик. Ну, давайте я вам укажу практические места, где вы должны были за это время достаточно большое себя проявить. Вот совсем недавно, почти, почти говорю, окончательно и бесповоротно от нас ушел аэропорт. Это курица, которая несла золотые яйца. Это архи-рентабельное предприятие городское, которое давало очень-очень много денег, которых вы не заработаете в других маленьких наших коммунальных предприятиях, и не смогут они заработать, и у них даже не было перспективы. А это перспективное, мощное. Так вот, представьте себе, начал приватизацию этого аэропорта преступник Янукович со своей семьей и своим окружением. При каденции, так сказать, следующей власти у нас в городе никто ничего не сделал, чтобы этот аэропорт. А наоборот, его отдавали, принимали решение. Истафету принял Саакашвили. Он слова не сказал, что преступный бизнес Януковича и их там с подручных продолжается. Я что-то никак не могу понять. А на чьей стороне эти люди? Может, это как раз засланные казачки? Или это все понты на побережье? Вы знаете, можно раздеться догола и привлечь внимание. А можно с понтом, договорившись с хозяином, снести ему старый забор, зная, что через неделю он бы его сам хотел снести. Ну, дает, говорит, ладно, снесите у меня забор, я потом все равно, мне надо новый построить. И он построил новый забор, забор стоит. Но ведь ничего не произошло. И вы понимаете, что это, извините, в затоку можно бегать и говорить, что там в степи где-то что-то раздали. Что-то законно, что-то незаконно, что-то среди своих. Да у нас принято среди своих все раздавать. Особенно в деревне. Они что, будут пришлым мужикам и теткам раздавать? Или девочкам, которых привезут неизвестно откуда. Им землю местные крестьяне не дадут. Они по жизни будут землю делить между своими. Это нормальный в конечном итоге ход событий. А вот, например, аэропорт отстаивать, это интересно. Или взять тот же Инфокс-Водоканал. Ведь, господа, все прекрасно знают, что Инфокс-Водоканал забрали Коля Злочевский и Коля Лисин. Ну вот. За обещания и рассказы про инвестиционную программу на 250 миллионов. Он говорит, что Саша Боровик может таких цифр не считать, не умеет. Ну почему бы не взяться и не реанимировать? Времени у нас, к сожалению, очень мало. Я понимаю, что это очень интересные, очень глубокие темы, которые требуют действительно включать мозг. Я людей привлекаю к этому? Времени у нас очень мало. У вас есть возможность, я всегда вот так сложилось сегодня, что даю возможность нашим гостям обратиться к Одесситам, к телезрителям, к избирателям. Что бы вы хотели им сказать накануне выборов? Накануне выборов я могу сказать только одно. Мы в настоящий момент, как граждане, выбираем себе, ну будем так, хозяина города, который разбирается в хозяйстве. Я так прекрасно понимаю, никто не пригласит, например, ну уж простите меня, убирать квартиру слепого человека. Понимаете, о чем я говорю, да? И никто не пригласит везти самолет ну извозчику простому. Но у этих вопросов должны быть профессионалы. У нас, как бы, на рынке предложений есть профессионал. Один из всех, кто сейчас предлагается. Хороший он, плохой. Всех ли удовлетворяет? Не всех ли удовлетворяет? Но, действительно, если вы сядете в самолет, и этот человек сядет за руль этого хозяйственного самолета, самолет залетит, полетит и сядет. Я уж простите, говорю вот такими вещами, понятными для всех. Вы понимаете, что, в принципе, вот на рынке предложений, говорю безагитационной составляющей, знаете, там он лучше, там, я говорю про другое. Некому везти из предложенных кандидатов наш самолет под названием «Одесса». Огромный, многонаселенный, многонациональный, требующий ремонтов, требующий правильного управления, требующий наборы правильного экипажа, требующий умения обращаться с пассажирами какого бы ни возраста, вероисповедания не были. У нас такой пилот сейчас, командир корабля перспективный, только один, это Эдуард Гурвиц. Так вот подумайте, кому вы собираетесь доверить свой полет, свою жизнь, свою безопасность, безопасность своих детей, своих домов и своего имущества. Вот, собственно говоря, и все. Спасибо. Спасибо большое. Очень яркий, я думаю, и понятный пример вы привели. Спасибо большое. Не на что. Что ж, уважаемые телезрители, наш телемарафон продолжается. Я хочу напомнить вам, чтобы вы не переключались, потому что после непродолжительной рекламы мы снова увидимся с вами в прямом эфире. Не переключайтесь. Уважаемые телезрители, мы продолжаем телемарафон. И для тех, кто недавно присоединился к нам, хочу напомнить, что сегодня с гостями нашей студии мы подводим итоги предвыборной кампании. Обсуждаем основных кандидатов на пост Одесского городского головы. Поэтому присоединяйтесь к нам, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, либо вы хотите поделиться какой-либо полезной информацией, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Присоединяйтесь к нашей беседе, высказывайте свое мнение, пожелания, предложения по теме нашей беседы. В рамках телемарафона мы проводим интерактивное голосование, причем традиционно это делаем. Сегодня хотелось бы знать ваше мнение по следующему вопросу. Кому вы доверите возглавить местное самоуправление Одессы? У нас, как обычно, есть три варианта ответа. Если вы доверяете Саше Боровику, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы доверяете Эдуарду Гурвицу, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же Геннадию Труханову, звоните по телефону номер 728-01-72. А в гостях у нас сейчас в очередном блоке телемарафона участник АТО, глава общественной организации «Громада Фонтанки» Александр Галапателюк и председатель гражданского объединения «Одесская народная рада Майдана» Арсен Григорян. Добрый вечер, уважаемые гости. Повторюсь, сегодня мы подводим итог предвыборной гонки. И хотелось бы узнать у вас, что вы думаете по этому поводу, какие впечатления, какие эмоции, какие, может быть, разочарования, а может быть вообще напротив вам что-то понравилось в этой предвыборной гонке. Какие впечатления она произвела на вас? Что осталось в душе после того, что месяц проходил вот такой горячей схватки? Ну, во-первых, к сожалению, ощущение дежавю. Повторяется ситуация мая 2014 года, когда, кроме двух серьезных кандидатов, Труханов и Гурвиц, резко всплывали шестерки. Задача этих шестерок, я уже сужу по тем событиям, была, во-первых, расколоть Евромайдан. К сожалению, часть шла за Гурвица, но часть поддалась на этих шестерок. Кроме того, эти шестерки привели фактически к власти Труханова. Я не голословен в этом обвинении, потому что из их уст шла откровенная, агрессивная критика в адрес только Эдуарда Гурвица. Результат, на полтора года мы получили Трухановщину. Сейчас у меня есть очень большие опасения, что готовится такой же сценарий. Я не собираюсь кидать такие резкие обвинения персонально в адрес Боровика, тем более в адрес Саакашвили, от имени которого он якобы идет. Но хочу, чтобы и те, кто работает в предвыборной кампании Саши Боровика, и он сам, и Михаил Николозович поняли одну элементарную вещь. Любой раскол реальной боевой силы, которую представлял собой Майдан, и надеюсь, он будет представлять ее и в будущем в Одессе, в частности, приводит к победе сепаратистов и коррупционеров. Сейчас у нас есть очень большой шанс, что таким образом к власти опять будут приводить Труханова. А Труханов это не просто сепары. Труханов это коррупция. Тотальная коррупция. Это тотальная распродажа Одессы. То, чем занималась городская власть в течение полутора лет, может повториться опять. И в этом случае мы уже получим не какие-то мелкие события, мы получим полное разграбление, полное уничтожение Одессы. Кроме того, опять-таки сравнивая события мая 2014 года и нынешнюю избирательную кампанию, хочу заметить, у нас пытаются пролезть в кандидаты, не в городские головы, а в кандидаты люди, которые в лучшем случае являются дилетантами в городском хозяйстве. Это люди, которые не отдают себе отчета, что за ними фактически нет команды, которая могла бы удержать город, которая могла бы отстроить и восстановить город. Саша Боровик позиционирует себя как советник по экономике. Вполне возможно, что это его предел, это его уровень. Но городское хозяйство – это не только экономика. Это и экология, это и культура, это, пардон, и социальная сфера. Городское хозяйство – это не фирма, из которой можно выбивать прибыль. Тем более в Одессу, на мой взгляд, сейчас нужно больше вкладывать. И дай бог, чтобы эти дивиденды принесли не реальную прибыль, а подъем города через год, два, через три года. Резкие изменения, которые проводил Саакашвили в облгосадминистрации, возможно, они пошли бы на пользу каким-то управлением, городского самоуправления. Но вместе с тем, для того, чтобы проводить подобного рода резкие изменения, нужно разбираться в специфике города. Сейчас реальным специалистом по всем этим вопросам является Гурвиц. Не Труханов, который фактически распродает Одессу, не Саша Боровик, который является в лучшем случае дилетантом, а Эдуард Иосифович Гурвиц. Завершая, хочу заметить, что, к сожалению, вся предвыборная кампания, которая сейчас проходит, привела к еще одному печальному явлению. У нас не просто произошел раскол в Одессе, не просто произошел раскол Евромайдана. У нас, к сожалению, высветились персонажи, которые использовали историю Евромайдана для собственного вхождения во власть. Может быть, это и полезно, мы, по крайней мере, увидели реальное лицо этих людей. Но за этими людьми тоже стоят евромайдановцы. И, к сожалению, они продолжают доверять этим белым карликам. Очень хотелось бы, чтобы те, кто ошибся один раз, не повторили свои ошибки. Потому что ценой их ошибок будет судьба не каждого в отдельности, судьба целого города. Вот мы сегодня тоже говорили о том, что насколько важны предстоящие выборы. Мы сегодня выбираем не просто мэра города, мы выбираем судьбу города, мы выбираем путь развития нашего города, мы выбираем собственную жизнь на ближайшие несколько лет. О важности этого выбора. Александр, как вы считаете, насколько эти выборы важны для каждого одессита? Безусловно, в рамках децентрализации, мэсцевые выборы, они набивают нового значения. Потому что мэсцевые громади отримуют повноважение и под эти повноважения финансовое забезпечение. Поэтому эти выборы, как никогда, важны для решения и качественной изменения жизни Одессы. Потому что есть повноважения, финансы, и громада наконец-то может выбрать ту человек, которая может это изменить качественное жизнь. На жаль, статистика говорит о том, что последние выборы місцевые 6-го, 10-го и 5-го года назад, очень низкая явка. И это не очень хорошо. И я просил бы одесситов прийти на выборы обязательно. Только высокая явка обеспечить выбор нормального, достойного кандидата. И этот выбор будет объективным. И тут не спрацуют те махинации, на которые ориентируются действующие посадовцы. Там уже не спрацуются торбы с гречкой, не спрацуются все подкупы. И только за счет того, чтобы прийти и проголосовать, мы сможем реально сменить жизнь на лучшее. В контексте, как я оцениваю предвыборную кампанию, я так коротко скажу, что, конечно, много случаев порушений и подкуп, и незаконное использование рекламы, и на сетях міської ради, и на объектах коммунальной властности. Но самое главное, что основные кандидаты, Атроханов, Боровик, они используют, на жаль, админресурсы. В случае Боровика это государственный админресурс, в случае Атроханова это ресурс местного самоврядувания, то есть местный ресурс. И на этом фоне кандидаты, ну, все, которые имеют моральное право идти, они должны честно играть. И тут я вижу только Эдуард Гурист, честно. Он не использует админресурс, в него прозорная рекламная кампания, он не связан с нижней партией, нижней партией, нижней партией, нижней партией. Если говорить о вашем выборе, за кого вы будете голосовать? И это первая часть моего вопроса, а, конечно же, у вас будет возможность, она у вас уже есть, обратиться к телезрителям, к Одесситам. Что бы вы им хотели сказать накануне предстоящих выборов? Я буду голосовать за Эдуарда Гурица, так же, как голосовал в предыдущей избирательной кампании, так же, как голосовал в прошлом году. Я считаю, что в Одессе должен быть глава самоуправления, городской голова, а не градоначальник, не чиновник, который будет оглядываться на власть из Киева или власть из области, которая его поставила, а именно глава самоуправления, который будет уважать мнение территориальной громады, мнение нас с вами, одесситов. И в связи с этим я прошу всех, кто сейчас смотрит телевизоры, прийти на выборы и проголосовать, правильно проголосовать, потому что вы выбираете, еще раз подчеркиваю, не свою судьбу, а судьбу города, судьбу каждой улицы, каждого дома, каждого дерева, который спиливают, разрушают. Вы хотите, чтобы Одесса оставалась жемчужиной? Это зависит от нас с вами, от нашего желания продемонстрировать народовластие, от нашего желания выбрать Одессе настоящего городского голову. Я прошу, еще раз подчеркиваю, прийти и проголосовать. В списке кандидатов Эдуард Гурвиц занимает десятое место. Но если мы с вами будем помнить свою ответственность за город, то в результате он станет первым. Прошу вас это понять и запомнить. Спасибо. Александр. Я, враховую, что все объективные действия, вважаю, что найкращий выбор – это Гурвиц. Честная передвиборщая кампания, отсутствие в зависимости от олигархов и партийных боссов из Киева. Я считаю, что великий опыт в работе с городом, он себя проявил, как господар, много сделал, дороги, инфраструктура. Я считаю, что найкращий выбор – это Гурвиц, конечно. А до Одесситов сказал бы так, что треба обовязково прийти и свой голос отдать за майбутнє Одессы. И наголосил бы, что час переводится на зимовый, на час назад. Это треба враховувати Одесситам. Прийти своим друзьям, родичам, всеразвом взятися и пойти на выборы. И сделать свой вклад в майбутнє Одессы. Что ж, спасибо большое. Я хочу единственное напомнить, что действительно, уважаемые телезрители, вот в этот раз будущее Одессы в ваших руках. Поэтому придите на выборы. Мы продолжаем телемарафон. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. И после рекламного блока снова встретимся. Не переключайтесь. До встречи в эфире. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш сегодняшний телемарафон. Для тех, кто к нам присоединился совсем недавно, я хочу напомнить, что сегодня с гостями нашей студии мы подводим итоги избирательной кампании, простите, предвыборной кампании. Еще раз обсуждаем и, наверное, будем обсуждать и далее кандидатов на пост Одесского городского головы. И все это для того, чтобы в день голосования 25 октября сделать правильный и осознанный выбор. В рамках нашего телемарафона мы проводим опрос. Если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира. Вы сможете поделиться любой полезной информацией, задать вопрос нашим гостям. Телефон прямого эфира 728-7207. Поэтому присоединяйтесь к нам, уважаемые телезрители. Высказывайте свое мнение, пожелания и предложения. В гостях у нас в очередном блоке телемарафона Дмитрий Шашкин, экс-глава Министерства образования Грузии и экс-глава Министерства обороны Грузии. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня подводим итоги предвыборной гонки. Какое впечатление она оставила у вас? Ну, предвыборная кампания была, скажем так, специфическая, потому что была очень короткая. Вообще, конечно, лучше бы было, если бы она была длиннее, больше, чтобы у граждан, у избирателей было больше времени правильно оценить возможности тех или иных кандидатов. К сожалению, все было так спонтанно, быстро, по-моему, за три недели, 20-25 дней. Да, почти месяц даже не полный. Да, месяца даже не было. И поэтому многие избиратели, конечно, будут испытывать определенный дискомфорт и определенный, скажем так, дефицит информации о кандидатах, что, конечно, я думаю, повлияет в первую очередь на явку избирателей. Поэтому вообще очень важно, чтобы все выполнили свой долг. Но вот как раз этот фактор, то, что было мало времени, с моей точки зрения, из моего опыта, конечно, повлияет на явку, и явка не будет высокой. Поэтому сейчас очень важно для всех жителей Одессы принять собственное решение, взвесить все за и против. Я, как гражданин иностранного государства, конечно, не могу агитировать за того или иного кандидата. Все в руках одесситов. Главное, чтобы все помнили одну вещь, что когда они 25-го числа придут к избирательным, возьмут бюллетень в руки, придут к избирательным урнам, они будут, они будут там одни, они будут наедине с этим избирательным бюллетенем и примут то решение, которое они считают даст возможность и городу Одессе, городу одесситов развиваться. Вы сказали, вы не можете агитировать одесситов как представителей иностранного государства. Но проанализировать-то, я думаю, вы можете кандидатов, основных кандидатов на пост Одесского городского головы. Дело в том, что сегодня вот в эфир нашей телепрограммы поступали звонки от наших телезрителей. Многие рассказывали о достоинствах, о заслугах, о тех делах, которые были сделаны в каденцию Эдуарда Гурвица. На самом деле выбор очень прост, ведь это обыкновенный анализ. Можно проанализировать деятельность одного человека, который находится сейчас у власти и посмотреть, что он сделал, либо не сделал для Одессы. посмотреть деятельность иного кандидата. Ну и третий у нас кандидат есть. Пока, как говорится, смотреть там нечего, потому что мы узнали о нем всего лишь месяц назад, когда началась предвыборная кампания. Но я хотел бы услышать из ваших уст, как вы считаете, проанализировав основных кандидатов. Я даже не буду говорить, кто из них достоин, а просто услышать хотелось бы анализ. Ну, мы, я и моя команда находимся сейчас в Одессе по приглашению Эдуарда Гурвица. Очень важен тот момент, что этот человек принял решение создать Совет реформ еще до того, как закончилась избирательная кампания. То есть, его месяч, на мой взгляд, его послание избирателям очень простое, что он, имея огромный опыт, наверное, это бесспорно, что из всех кандидатов у него самый большой опыт, все равно думает о том, что надо сделать новое, что надо сделать, что надо усовершенствовать и какой опыт перенять. Это, безусловно, огромное достоинство человека, любого человека, потому что, когда с годами, с опытом приходит чувство, что ты знаешь все. Есть, к сожалению, такое лжеправильное чувство, когда ты убеждаешься, что чем больше ты узнаешь, чем больше у тебя опыт, что ты знаешь все. Вот с господином Гурвицем как раз наоборот, он понимает, что несмотря на свой огромный опыт, он хочет перенять другой опыт, он хочет думать о будущем, а не прошлом. Вообще для избирателей самое главное – это будущее. Все избиратели думают о том, какой Одесса будет завтра, послезавтра, через год, через 10 лет и так далее. Поэтому для одесситов сейчас очень важно понять, кто предлагает лучшую жизнь, кто предлагает лучшие реформы на основании не эмоций, а на основании разума, анализа, на основании тех предвыборных обещаний, которые, конечно, должны быть реальными. Это очень важно. Поэтому мы проработали достаточно эффективно и тесно с командой господина Гурвица над созданием тех реформ, которые он хочет проводить в Одессе уже после выборов. Очень важно, я еще раз подчеркиваю, что он думает сейчас до выборов о том, что надо делать в Одессе, как обеспечить в первую очередь жизнь людей легче. Что касается других кандидатов, я не буду их оценивать, потому что я не занимался избирательной кампанией, мы занимались программой, мы занимались конкретными делами, которые надо реформировать, надо проводить реформу в Одессе и так далее. Победит сильнейший, победит тот, кому люди поверят. Это главное. И самое главное, еще раз повторю, это очень важно, что люди, когда они придут в воскресенье, они будут на один на один с бюллетенями. И они примут то решение, которое они считают в тот момент будет правильное для них. Очень часто политики говорят, что вот там неправильное решение люди приняли или правильное решение. Общество, граждане, они всегда правы. Самое важное, это мы же не люди для политики, а политика для людей. Политики для людей, чиновники для людей, а не наоборот. Поэтому для граждан Одессы самое главное сейчас то, чтобы понять, кто поведет этот город в будущее, кто будет обеспечивать его развитие. Вызовов очень много перед Одессой. Перед всей Украиной очень много, а перед Одессой и тем более, потому что это один из флагманов всего государства. Да, это ключевой город. Это город, который, знаете, как если получится у Одессы, получится у всей Украины. И у Украины не получится без Одессы, а у Одессы не получится без Украины. Поэтому все как так переплетено, что флагман должен показать свою роль в проведении реформ. Он должен показать успех в первую очередь, чтобы для других регионов это было определенным стимулом для того, чтобы проводить эффектные реформы, а их проводить надо. Но очень много, очень много чего надо менять. Я вот общаюсь с обычными гражданами Одессы. Очень интересно, люди не просят, чтобы кто-то за них что-то сделал. Люди не просят, чтобы им что-то дали бесплатно. Нет, люди просят решить конкретные проблемы. Это очень важно. Они понимают, что им надо от мэра, что им надо от местной власти. Это очень хорошо. Гражданское общество очень развито. Это очень важно. Они прекрасно понимают, что может сделать на национальном уровне Рада, что может сделать на областном уровне, что можно сделать на городском уровне. Люди это понимают. И очень важно им сейчас протянуть руку помощи, и чтобы местные органы власти занялись теми вопросами, которые очень беспокоят людей. Вот если говорить о конкретных реформах, а не о политическом популизме, которым грешат многие нынешние политики. И сейчас согласитесь, ведь многие предвыборные программы, я понимаю, что вы не занимались избирательной кампанией, возможно, не знакомы с этими пунктами, но там достаточно много популизма, там достаточно много тех пунктов, тех обещаний, которые абсолютно нереальны, абсолютно невоплотимы в жизнь. Если говорить о конкретных реформах, есть совет реформ, что можно предложить Одесситам, какие… Я вот несколько скажу вам, всего несколько примеров, это уже компетенция господина Гурвица, говорить об этих реформах, потому что он как, скажем так, локомотив должен принимать эти решения. Я вот несколько предложений скажу, над чем мы работаем. В Одессе живет много моряков. Много моряков. В Одессе живет много людей, у которых будущее связано и настоящее связано с морем. Достаточно это тяжелый труд. Это, если ты не знаешь, как они работают, подумают, ну что, обычная профессия. Нет, это профессия, которая требует очень большой выкладки, это профессия, которая требует, чтобы ты посвятил ей всю свою жизнь. Люди уходят в море на месяц, чтобы содержать свои семьи, помогать своим семьям. Много их живет в Одессе. Вот посмотрите, один маленькая такая реформа, которая облегчит жизнь всего в Украине 200 тысяч моряков. Ну вот, большое количество проживает в Одессе. Моряк, для того, чтобы ты стал моряком, должен закончить училище, там университет, мореходку, как в обиходе говорят. Потом должен пройти специальные курсы, получить специальный рабочий диплом, потом ты можешь получить паспорт. Без паспорта тебя на корабль не пускают. Вот два вопроса стоит, которые решить можно очень быстро. Первый вопрос. А что делать бармену, что делать официанту, что делать повару, который мореходку не заканчивал? У него есть контракт на корабль, он может заработать деньги, содержать свою семью, помочь родственникам. Его не пускают, потому что нет паспорта. Ему приходится платить коррумпированным чиновникам, чтобы получить этот паспорт. Хотя, маленький розчерк, всего один абзац. Надо, что если человек имеет контракт на судно, государство обязано ему выдать этот паспорт. Или второй вариант. У моряка срочный контракт, он хочет уйти в море, ему нужен паспорт. Но, в законе, еще это с Советского Союза, надо согласовать, я подчеркиваю, согласовать, не получить разрешение, а согласовать с СБУ, выдачу паспорта. Что противоречит Европейской Конвенции по правам человека? Государство не имеет права отказывать выдачи паспорта. Украина подписала эту конвенцию, государство обязано выдать. Вопрос. Зачем согласовывать с СБУ? СБУ не может отказать. Оно должно согласовать. Это идет от Советского Союза, когда с КГБ надо было согласовать, чтобы они проверили, насколько вы лояльны. Да, были запреты на выезд некоторых граждан. Тогда это было. Но сейчас Конвенция Европейская подписана, вы не можете запретить, никто не может запретить человеку взять паспорт. Но на это уходят месяцы. Чтобы не уходили месяцы, человек должен опять заплатить. Заплатить кому? Какого-то коррумпированного чиновника, который этот процесс ускорит. То есть они платят деньги, да? Маленькие, вот две маленькие детали, абсолютно простые, которые можно решить очень быстро. То же самое в системе образования. У вас есть система чисто советская, райотдел народного образования, РУНО, которые не помогают школам, которых занято большое количество людей, но реальной помощи школе нет. А школа должна быть децентрализирована. Директора нельзя назначать на год. Сейчас по закону директор назначает, не по закону, а как правило, подписывается контракт на год. Ну, что может сделать директор школы за год? Это все ведет потом к поборам в школах. Любой родитель, который сейчас, с кем я общался, все говорят о поборах. Эти фонды, какие-то фонды надо вносить деньги, куда эти деньги идут, никто не знает. Не внесешь, у ребенка будут проблемы. Все с этим сталкиваются. Все с этим сталкиваются. Телезрители, я думаю, понимают прекрасно, о чем вы говорите. Поэтому вот это надо менять, это можно менять, можно менять быстро. Здесь абзац достать, что не надо соглашение с ССБ, оно ничего не меняет. Нету КГБ, нету Советского Союза, конвенция подписана, никто не может запретить моряку выход в море. Убрать, добавить, что если имеет контракт человек, не закончивший морское училище, он же не моряк, на корабле работают же не только моряки, там обслуживающий персонал большой, на круизных лайнерах. Особенно пассажирский флот, да. А почему я о моряках говорю? В Грузии мы проводили очень большую реформу, как раз в морском обучении, ведомстве, потому что отдельно мы работали над образованием моряков. Сейчас на данный момент профицит рабочих мест 20 тысяч на мировом рынке. То есть в год не хватает мировому рынку моряков 20 тысяч человек. Только моряков, я не говорю об офицерах уже, о капитанах и так далее. Только моряков, а младший состав кораблей, дефицит 20 тысяч человек. Это 20 тысяч рабочих мест, которые в год весь мир страдают, что их нет. А это как раз те места, которые могли бы занять очень многие одесситы. Получить работу, содержать свои семьи и так далее. Это очень важно для города и для семей, в частности, для людей. Особенно в это непростое время, я думаю, конечно же, для многих была возможность пойти и заработать деньги для того, чтобы содержать свои семьи. Если говорить о выборе, сегодня многие телезрители звонили, они волнуются. Они волнуются из-за того, что, несмотря на то, что для них уже выбор очевиден, они его уже сделали, тем не менее они переживают, что этот выбор могут отнять. Результаты выборов могут сфальсифицировать. И эти опасения имеют под собой почву. Как вы считаете, как можно защитить эти результаты? Ну, первое, самое главное, самый главный защитник выборов это избиратель. Если он придет, проголосует за того, кого он считает. Нужно проголосовать, это будет защищено. Я долго работал, и достаточно большое количество времени я знаю Михаила Саакашвили. Это человек, который не позволит фальсифицировать выборы. И я абсолютно уверен, что губернатор сделает все для того, чтобы выборы не были сфальсифицированы. В этом я уверен не на 100, а на 1000%. Поэтому очень важно, чтобы люди понимали, что сейчас никто не позволит делать то, что можно было делать раньше. Потому что, я вам пример приведу. В 2012 году, когда мы проиграли выборы, Михаил Саакашвили признал поражение. В течение 20 минут он выступил. Сказал, что раз народ решил, он признает право народа. Он признает это решение, которое общество вынесло в тот момент. Поэтому никогда не было в течение 4 лет больше я работал. В одной команде мы работали. Я работал на правительство Михаила Саакашвили. Ни разу не было. Никогда. Как бы тяжело нам не было, мысли о том, что как-то можно обойти, что-то сделать и так далее и тому подобное. Поэтому тот сам факт, что сейчас губернатор является президентом, партия которого проиграла выборы. Да, были очень тяжелые выборы. Но мы проиграли. Мы отдали власть. Кто выиграл, взял эту власть. Уже указывает на то, что губернатор ни в коем случае не позволит эти выборы фальсифицировать. Я знаю, что как и милиция, так и прокуратура выступила уже с заявлением, что если кто-то попытается какие-нибудь талантливые вещи делать, то с ними будет разговор на уровне закона. Мы сейчас с вами коснулись очень важной темы. Это, конечно, защита результатов выборов. Это вселяет оптимизм. Вот ваши слова вселяют оптимизм. Хотя сегодня, я же повторюсь, очень много звонков-то и поступало таких тревожных, и люди переживали очень из-за этого. Вообще, вот эти выборы предстоящие, какое значение имеют для Одессы, как вы считаете? Потому что, опять же, были и звонки, да и мнение такое бытует, что, мол, эти выборы не очень важны. Якобы это такая разминка перед грядущими парламентскими выборами. Проба силы, определение рейтингов более-менее реальных. И на них не стоит обращать особого внимания. Я считаю, моя субъективная точка зрения, что самый важный выбор – это выборы в местные органы власти. У меня такая точка зрения, субъективная. Вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. Я попытаюсь обосновать, почему. Потому что от мэра города, допустим, или от совета, который выбирается сейчас, зависит будущее и настоящее конкретных людей. Парламентские выборы Рада решают глобальные вопросы. Вопросы, которые необходимы для изменения законов и так далее. А вот те люди, которые не имеют деньги заплатить за электроэнергию, за газ, за тепло, они же надеются как раз не на Раду, а надеются на мэра. Потому что у них есть конкретные проблемы. Рада не будет решать вопрос о реабилитации Старой Одессы, о реабилитации зданий, о ремонте дорог и так далее. Это решают местные органы власти. И вот эти дороги, вот эти здания, вода, канализация, свет, это все зависит от местных органов самоуправления. Поэтому, с моей точки зрения, тот мэр, который мэр, который будет, он эти вопросы должен решать. Не Рада будет решать, не президент Украины эти вопросы будет решать. Это будет решать конкретный человек, конкретный выбранный людьми мир. И поэтому, с моей, опять же, субъективной точки зрения, эти выборы будут очень важны непосредственно для Одессы. Потому что те проблемы, которые сейчас в городе, их надо решать. Чем будут их, скажем так, решать дольше, тем больше проблем будет накапливаться. Они никуда не исчезнут. Сами по себе, само по себе ничего не делается. Я часто пример такой привожу. Есть люди, которые думают, что все может быть бесплатно. Само собой оно будет делаться, само по себе. Такое не бывает. Даже воздух, он не бесплатен. Если мы не посадим деревья, если деревья не вырастут, если мы не польем эти деревья, чтобы они выросли, у нас не будет кислорода. Поэтому за все как-то надо, чтобы кто-то что-то делал, и за все приходится платить. Вы, может, не прямо платите за эти деревья, но кто-то за вас же это делает. Не будет деревьев у вас, у ваших детей, у нас не будет чистого воздуха. Все, обо всем кто-то должен заботиться. Само по себе ничего не происходит. Вы знаете, вот возвращаясь к теме реформ, учитывая реформу системы местного самоуправления и учитывая то, что сейчас будет предоставлено, уже предоставлены большие полномочия на местах, учитывая условия децентрализации власти, как вы считаете, фигура мэра города, насколько значимая становится в условиях реформы системы местного самоуправления? Мэр должен показать, в первую очередь, с моей точки зрения, что ему не наплевать на проблемы и ему важно взять ответственность на себя. От зависимости от мэра будет зависеть на то, насколько остальные чиновники по иерархической лестнице возьмут ответственность на себя. Ведь в бюрократическом аппарате самая большая проблема – это ответственность. Сидит человек, если его не заставят брать ответственность, если его не подведут к этому, он будет протирать место, сидеть в хорошем кресле, пить кофе, чай, а вопросы сами по себе решаться не будут. Это очень легко. Вообще, когда проводишь реформу, всегда сталкиваешься с огромным кругом людей, которые тебе объясняют, что это сделать невозможно, потому что там эта регуляция, там тот закон. Но этот закон, если ты не будешь менять, если ты не будешь на этом работать, если ты не будешь хотеть это сделать, оно само по себе ничего не изменится. Ну, регуляции, они остались Советского Союза еще. Которые устарели, которые тогда не были никому нужны, сейчас они никому не нужны. Это, я понимаю, это просто удобно некоторым чиновникам? Это, извините за сленг тогда, отмазка. Что вот, ну, я поэтому ничего не смог сделать, что там какая-то регуляция, а что, как я могу, и так далее. Поэтому все зависит от, всегда же в любой компании, чисто по бизнес-компании, да, если пройтись, менеджер хороший в бизнес-компании, бизнес-компания процветает. Невозможно, чтобы бизнес-компания процветала, а менеджер был плохой. Будет хороший менеджер, будет хорошая компания. Также и в местных органах самоуправления. Будет хороший мер, мер, который будет заставлять остальных чиновников работать, заставлять их делать дело, будет хорошо гражданам. У вас есть уникальная возможность обратиться к Одесситам накануне выборов, Что бы вы им сказали, что бы вы им посоветовали, на что обращать внимание, придя на избирательные участки? Я бы посоветовал, если позволите, проголосовать за того, за кого они считают, кто достоин быть их мэром. Не слушать никаких угроз. Я понимаю, что есть определенные рычаги давления на определенных людей. Допустим, те же бюджетники, которые заняты в определенных сферах. Никого не слушать. Потому что будут такие чиновники, которые попытаются как-то давить на кого-то. Никого не слушать. Вы одни. Никто никогда не узнает, за кого вы проголосовали. Выберите того, кто поведет Одессу в будущее. Кто будет думать о развитии вашего города. И кто заставит других чиновников работать. Это очень важно. Спасибо. Спасибо за хороший дельный совет. Что же, уважаемые телезрители, очередной блок нашего телемарафона подошел к концу. Но это не значит, что мы с вами прощаемся. После непродолжительной паузы мы снова встретимся в прямом эфире. Не переключайтесь. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш телемарафон. Для тех, кто недавно к нам присоединился, я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире нашего телеканала мы с гостями нашей студии подводим итоги избирательной кампании. Обсуждаем основных кандидатов на пост Одесского городского головы с одной целью. Для того, чтобы в день голосования 25 октября сделать правильный и осознанный выбор. В рамках нашего телемарафона мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Кому вы доверите возглавить местное самоуправление Одессы? У нас есть три варианта ответа. Если вы доверяете Саше Боровику, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы доверяете Эдуарду Гурвицу, звоните по телефону номер 728-01-72. Если Геннадию Труханову, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут возникать вопросы к нашим гостям, либо вы захотите поделиться какой-либо полезной информацией, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Присоединяйтесь к нам, к нашей беседе. Высказывайте свое мнение, пожелания, предложения. А сейчас в очередном блоке нашего телемарафона в гостях у нас председатель гражданской организации «Защитим Одессу вместе», кандидат в депутаты Одесского областного совета по 77-му избирательному округу Наталья Петропавловская. Добрый вечер, Наталья Николаевна. Ну, как вы слышали, мы сегодня подводим итоги предвыборной гонки. Какие впечатления у вас остались от этого периода времени? Ну, я хочу сказать, что вот эта предвыборная гонка, конечно, эта кампания, к сожалению, шла в нарушение законодательства. Мы по-прежнему видим подкуп избирателей, хотя, в общем-то, после революции гидности я, например, выходила на Майдан для того, чтобы у нас закон был превыше всего. То есть, и когда мы сегодня видим не только от оппозиционного блока нарушения законодательства, но и от пропрезидентской партии, это, конечно, очень печально. Вот, тот же подкуп избирателей. Ну, вот теперь будем наблюдать, что будет происходить на избирательных участках. Будем наблюдать с тревогой. Дело в том, что сегодня, повторюсь, звонило достаточно много телезрителей, которые очень тревожно относятся вот к самому дню выборов по одной простой причине. Не верят, они не верят, что их голоса будут правильно посчитаны за того кандидата, за которого они проголосуют. Как вы считаете, насколько вероятны фальсификации именно на этапе подсчета голосов избирателей в избирательных комиссиях? Ну, в избирательных комиссиях вот я неоднократно принимала участие. Я хочу сказать, что вот последние выборы президента и парламентские, в общем-то, отличались тем, что все-таки они проходили достаточно прозрачно и чисто. Я думаю, что на этапе подсчета голосов мы сделаем все возможное, чтобы проконтролировать и защитить каждый голос. Ну, а там будет видно, конечно, насколько наши оппоненты пойдут во все тяжкие. Потому что нарушить сегодня закон достаточно сложно. Потому что на избирательных участках присутствуют, во-первых, совершенно разные члены комиссии от разных партий. Их достаточно много. И присутствуют, как правило, наблюдатели. И ты, в общем-то, когда работаешь в комиссии, ты даже не знаешь, какие наблюдатели от каких партий присутствуют. Я думаю, что если люди, в общем-то, помнят законодательство и не хотят садиться в тюрьму, то они будут его придерживаться. Ну, а там... Единственное, что подсчет голосов будет очень тяжелый. Потому что три списка, много партий. Надо считать проценты, надо сдавать в две разные комиссии. И это будет затяжной процесс. И вот именно вот когда люди устанут, вот в этот момент, конечно, могут быть разные манипуляции, фальсификации. Но я надеюсь, что члены комиссии, в общем-то, подумают о своем будущем и будут себя вести прилично. Я думаю, что, ну, вряд ли кто поспорит со мной в том плане, что в последние годы Одессу, ну, на самом деле, попросту уничтожали. Очень жаль наш город. Мы об этом говорили не один раз. Можно приводить массу примеров. Это касается и побережья, и Аркадия, и французского бульвара, подрезки деревьев и так далее. Не хочу повторяться. Как вы считаете, какой руководитель нужен нашему городу, особенно в условиях реформы системы местного самоуправления, особенно в условиях децентрализации власти? Какая роль сейчас отводится мэру городу и каким должен быть этот мэр? Ну, я вот вам хочу сказать, с одной стороны, децентрализация власти, в общем-то, ну, если говорить об европейских стандартах, это положительная вещь. С другой стороны, учитывая наши реалии и наше феодальное мышление наших можновладцев, это, конечно, очень опасный фактор. И поэтому очень важно, какой руководитель действительно будет в регионе. То есть, если это человек, который придерживается вот этих феодальных, феодального мировоззрения, то есть себе побольше и своей команде растащит, то это очень опасно вообще для государства в целом. Потому что это мы переходим вот в феодальные вотчины. Поэтому вот сегодня от местных выборов действительно очень многое зависит. И я вот призываю одесситов ответственно отнестись к этому выбору. Но что, если говорить о нынешнем голове, ну, это один, наверное, из худших. Ну, разве что еще и Бадалана можно вспомнить. Потому что, ну, вот у меня склероза нет, и поэтому я помню, какой Одесса была после Бадалана. Когда вот говорят, Гурвиц такой, Гурвиц сякой, я говорю, вспомните, вот что было после Бадалана. Вот эти ямы имени Бадалана, помните, вот, в которых можно было утонуть. И все-таки Гурвиц действительно очень много сделал для Одессы. То есть, вот сегодняшнее, понимаете, люди быстро привыкают к хорошему. И перестают это помнить. Все-таки надо помнить, и действительно было очень непростое время, было достаточно много средств потрачено на город и на то, чтобы, в общем-то, Одесса стала как бы модной. Да, вот при Гурвице начали проводить фестивали в городе. Помните, сколько разнообразных было фестивалей. То есть, Одесса вот стала таким модным местом. Это тоже очень важно. Особенно в условиях того, что это все-таки туристический город. Да, конечно, да, именно туристический город. Ведь, понимаете, вот, например, что сделал Садовой, да, вот Садовой долго во Львове, и буквально за последние 10 лет Львов преобразился. Вот если бы у нас вот долгое время был вот такой голова города, который бы думал о городе и любил его, у нас бы тоже сегодня была вот такая бы тенденция, как во Львове. Ведь задача туристическая в чем состоит? Чтобы продлить туристический сезон, да. То есть, у нас вот фактически, ну, за счет моря мы только можем два месяца перекрыть. А вот чтобы продлить туристический сезон, город должен стать модный. Вот там должны происходить фестивали, там какие-то события. Там должны, ну, вот люди должны стремиться. И город должен быть интересен в любое время года. Я вот одесситка, и в шестом поколении одесситка, я люблю этот город, понимаете. Мне вот очень больно смотреть, как его разрушают. Потому что вот я ездила по разным странам, и действительно вот такой целостной застройки, как мы сегодня видим в Одессе, ну, не во многих городах мы можем это увидеть. И вот, когда мы это не ценим, когда мы это разрушаем, когда вот эти высотки, уже на Пушкинской строят практически высотку, понимаете. Ну, вот во времена Гурвица, и вообще, ну, по закону так, даже не в Гурвице делаю. Есть закон, есть градостроительное обоснование города, есть опорный план. Не имеют права в центре города, в исторической части, строить выше, чем 21 метр по высоте 18 в кварталах. Сегодня, вот, при нынешней власти, такого не было никогда. Мы имеем вот эти вот вкрапления в центр города, высотного строительства, которые просто уродуют наш город. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Тут как раз вспомнили господина Бадалана, да, который нынче, насколько мне известно, прибыл в город наш, Одессу, да, с такими-то, видно, целями поддержать бандитов своих, которых его спасали, когда он бежал в Россию в свое время, от того Майдана еще. Ну, самое интересное, он приезжал недавно в Одессу при консусе, да, ему дали звание почетного гражданина Одессы, сколько я помню. А потом он уехал опять в свой Петербург, там же он, там, там, работает же на россиян, так понимаю. А потом, в консусе, когда на него наехали здесь по поводу распродажи прибежной зоны, он говорит, а что вы меня хотите, это же еще Бадалан все распродал. Понимаете, получается, одной рукой даем почетного гражданина, а потом же отмазываемся, это же Бадалан еще все распродал. Получается, какая-то чистая ерунда. А может, Бадалан сегодня не мешал арестовать просто и посадить? Пускай отвечает за свои дела. Спасибо, спасибо за информацию, честно говоря, я такой информацией не владею, не знаю, может быть, вам что-то известно о Руслане Бадалане, сейчас он в Одессе? Я не знаю, я с Русланом Бадаланом не общаюсь, я не знаю, в Одессе он или нет, но он уже пожилой человек, я думаю, что вопросы уже не к нему, понимаете? Ну, кстати, вот, что касается вопроса телезрителя, да, то в нем есть тоже некий смысл, ведь, что я так предполагаю, что хотелось сказать, да, у нас привыкли кивать на попередников. Мало кто берет на себя ответственность, особенно в такой сложный период, когда и страна находится в тяжелейшем положении, и Одесса не является исключением из правил, ведь тоже сложнейшее экономическое состояние. Как сейчас поднять хозяйство города, как привлечь сюда инвестиции? Инвестор просто боится, уходит из страны, из города в частности. В это время не побояться взять на себя ответственность, взять город в таком состоянии и попытаться вывести его из этого состояния. Ну, конечно, это должна быть личность. Конечно, человек должен быть личностью, человек должен любить Одессу, должен отстаивать интересы одесситов. И вот из тех кандидатов, которые сегодня есть, ну, вот это основные, да, Труханов, Боровик и Гурвиц. Ну, мы их даже, заметьте, мы их сегодня в интерактивном голосовании вывели как трех основных кандидатов. Да, ну, это три основные кандидата. Вот хотелось бы поговорить о них. Ну, безусловно, я сейчас буду голосовать за Гурвиц, потому что, ну, я знаю, что он сделает, что он может сделать. Боровик, вот сейчас вот интернет-сообщество раскололось, да, вот много так майдановцев там поддерживают. Боровик, ну, для меня Боровик сегодня человек, я бы поняла, если бы он работал в команде Саакашвили, вот по реорганизации областной АДА. Это я бы поняла, и, в общем-то, и если бы этот человек себя проявил как-то, то на следующих выборах мы могли бы за него проголосовать, например, и так далее. Но сегодня мы абсолютно не знаем этого человека, мы не знаем ни его способности, и там какая-то биография непонятная, с которой все время какие-то манипуляции. То есть, вот в очередной раз голосовать только потому, что человек приехал там из рубежа или откуда, в Одессу, ну, почему? У нас же есть люди, которых мы знаем, и которые достойны, в общем-то, уважения. Поэтому я думаю, что это какое-то очень неправильное решение. Вот вообще надо было объединить демократический электорат, представить команду, и вот Боровик мог бы работать в команде Гурвица, например, понимаешь? Но тут, наверное, амбиции, вот. Поэтому я считаю, что, конечно, сейчас это ошибка. Много-много вопросов по кандидатуре Боровика. Думаю, вряд ли он бы и в команде смог поработать, потому что я, вот, судя по той информации, которую мы имеем, и та информация, которую мы открыли в доступе, возможно, как менеджер, как организатор, возможно. Мы бы, по крайней мере, это увидели, понимаете? А сейчас мы просто не знаем и не видим. А сейчас очень ответственный период. Действительно ответственный период. Вот. И если не получится реформа в Одессе, а на Одессу сейчас смотрят, в общем-то, ну, я не побоюсь сказать, что даже весь мир. Если не получится реформа в Одессе, то они будут очень проблематичны в Украине. Поэтому очень важно, чтобы действительно получилось. Вот. И я думаю, что именно Гурвиц сейчас бы мог эту роль сыграть, вот, такую серьезную. Как вы считаете, звонили сегодня тоже телезрители, спрашивали, поэтому я этот вопрос часто задаю сегодня. Смогут ли представители власти организовать избирательный процесс, выборы, день голосования, подсчет голосов таким образом, должным образом, чтобы они действительно прошли честно, демократично и прозрачно. То, что, собственно говоря, требовал президент, подписывая указ о честных выборах. Ну, я вижу сейчас использование админресурса, конечно, по полной программе. Это и школы, и закрытые учебные, вернее, закрытые вот медицинские учреждения. Там контроля нет, и туда вот других кандидатов даже не пускают. То есть, вот, мы пытались там попасть там в госпиталь, там, или еще что-то, нас туда не пускают. То есть, там будет закрытый процесс, и кто его проконтролирует, непонятно. Вот. Ну, потом, на сегодняшний день, конечно, вот, команда Саакашвили, я считаю, что они используют админресурсы, и, в общем-то, используют их на полную катушку. Хотя, вот, вроде тот же Боровик, и все презентовал сначала себя, что у него нет денег. Откуда же деньги на компанию? Вот. Ну, то есть, многие вещи не стыкуются. То есть, в принципе, наши... Вот, сейчас я ехала к вам в эфир, вот, ездит машина, такой автобусик с Марией Гайдар. Ну, вот, девушка приехала полгода назад в Одессу, да? Вот она, кстати, мой оппонент, да, по участку. Но я понимаю, если бы они работали в администрации, повторяю еще раз, вот, что им делать на выборах? Что они знают о городе? Ну, вот, Боровик, например, не знает, сколько людей живет в Одессе. Мария Николаевна, вы совершенно верно говорите. Мы этих людей узнали месяц назад, с началом избирательной кампании. Вот, как началась предвыборная гонка, мы услышали фамилию Боровик. Да. А до этого мы и не знали. У вас есть буквально 30 секунд. Мы в конце каждого блока даем возможность обратиться к Одесситам, к избирателям. Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? Ну, я хочу обратиться к Одесситам, чтобы они обязательно пришли на выборы. И я еще раз хочу сказать, вот, мне часто обращаются ко мне и говорят, от нас ничего не зависит. Дорогие мои, если бы от вас ничего не зависело, на вас не потратили бы и полкило гречки. Понимаете, от вас зависит. От вас зависит, и вы должны поменять людей. Избирайте тех людей, которые живут рядом с вами, живут вашей жизнью, любят этот город, которых вы знаете, с которыми вы учились, с которыми вы работали. Избирайте тех, к которым вы завтра сможете обратиться. Вы избираете депутатов, и вы не знаете потом их фамилий. Запомните этих фамилий, этих людей. Чтобы вы могли обратиться и со своими нуждами, проблемами. Чтобы это были действительно представители ваши. Мы должны поменять эту власть. Потому что иного пути у нас нет. Приходите, голосуйте. Спасибо. Спасибо большое и вам. Наш блог телемарафона тоже подошел к концу. Вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы продолжаем телемарафон. И сейчас, после непродолжительной паузы, мы снова выйдем в прямой эфир. Для вас мы сегодня будем работать до полуночи. Поэтому не переключайтесь. Скоро увидимся в эфире. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш сегодняшний телемарафон. И для тех, кто к нам присоединился недавно, хочу напомнить, что сегодня с гостями нашей студии мы подводим итоги предвыборной кампании. Обсуждаем основных кандидатов на пост Одесского городского головы для того, чтобы в день голосования сделать правильный и осознанный выбор. Кроме того, в рамках телемарафона мы проводим интерактивное голосование. Сегодня хотелось бы узнать ваше мнение. Вот по какому вопросу. Кому вы доверите возглавлять местное самоуправление в Одессе? У нас есть, как обычно, три варианта ответа. Если Саше Боровику, звоните по телефону номер 728-01-70. Если Эдуарду Гурвицу, звоните по телефону номер 728-01-71. Если Геннадию Труханову, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, либо вы хотите поделиться любой полезной информацией, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Присоединяйтесь к нашему разговору, высказывайте свое мнение, пожелания и предложения. А в очередном блоке нашего телемарафона в гостях у нас известный журналист, автор и ведущий популярной программы КПП Александр Каменный. Здравствуйте, Александр Эдуардович. Здравствуйте. Ну, вы, наверное, знаете и слышали, о чем мы сегодня говорим, но с вами я хотел поговорить на несколько иные темы, хотя они, безусловно, связаны с выборами. Дело в том, что в прошлой передаче вы заинтересовали телезрителей, сообщив, что не будете голосовать за криминалитет и дилетантов. И вот наши зрители спрашивают, а можно ли поконкретнее? Можно, можно и поконкретнее. Но я, прежде чем что-либо сказать, хочу напомнить зрителям, что я высказываю исключительно свое личное мнение. Оно может кому-то нравится, кому-то нет, но тем не менее это мое мнение. Теперь по существу вопроса. Я не буду голосовать за партию «Доверяй делишкам» и блок Петра Порошенко «Солидарность». И знаете почему? Потому что я боролся против Радыны Марковской, я боролся против партии регионов, а в итоге Радына перемежала в одну партию «Доверяй делам», а партия регионов перебежала в «Солидарность». Поэтому я считаю, что за эти две партии я голосовать не буду. И думаю, что вот эти персонажи, которые в этих партиях, перебежчики, это большая беда для нашего города. Ну, в принципе, я думаю, конкретное уточнение. Теперь вопросов не будет возникать. Хотелось бы услышать ваше мнение о кандидатах в мэры. И предлагаю начать с Труханова. С Труханова? Ну, с Труханова. Ну, о нем практически все известно. Знаете, я когда так смотрю на Труханова, я понимаю, что у одних есть путь в жизни, а у других есть скользкая дорожка. Ну, что такое Труханов? Труханов просто, прежде всего, личность несамостоятельная. Его там, так сказать, за веревочки дергает некто по фамилии Александр Ангерт. Кличка Ангел. Сейчас это бизнесмен из группы Лондонско-Московская группа, которая находится под прикрытием и под крышей ФСБ России. Это серьезная такая группа. Они торгуют оружием, они занимаются нефтью. В общем, не мелочь по карманам тырят. Но я ведь Ангерта помню еще совершенно другим. Я участвовал в раскрытии убийства, которое он совершил из скоростных побуждений. Он был несовершеннолетний тогда. А в те времена, в соответствии с законодательством Украинской Советской Советской Республики, не расстреливали несовершеннолетних. Давали 10 лет. Поэтому Ангелу удалось избежать. Помню его, помню худенького. Писал явочку с повинной, рассказывал, как все было. В общем, такой был человечек. Ну, видите, сейчас вырос. И поэтому мне смешно, когда я вот смотрю, как там перед ним прыгает и повинуется Труханов. Ну, я понимаю. И мы все понимаем, что такое Труханов, что такое Ангер и что такое вся эта преступная группировка, которая сегодня в городе и хочет захватить его еще. Видно, еще не все украли, как я подозреваю. Ну, думаю так. То есть, еще не все украли. Нет, еще не все украли. Поэтому говорить о Труханове, ну, что еще можно? Ну, что о нем еще можно говорить? Вот я даже не представляю. О нем столько сказано и настолько известно, что... Причем, я вам скажу, знаете, ничего личного. Меня работа приучила в розыске понятия любишь, не любишь. Нет, факты, есть факты. Пожалуйста, мы об этом говорим. Факты, Геннадий, прямо скажем, неутешительны. Дело в том, что вот в последнем интервью ну, вы достаточно аргументированно рассказали, кто такой Боровик. Да, помню. Хотите что-то добавить? Да, я хочу добавить. Вот в октябре месяце мой сын, Владимир Штейман, он выпускал газету. Она называлась «Интернет для тех, у кого его нет». И вот он там придумал один коллаж, которым участник Боровик. Я бы хотел, я принес, показать. Я бы хотел, чтобы режиссер показал этот коллажик. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok В чем? Образованный, импортный, друг бабушек и офисного планктона, то есть совершенно замечательный И я вспомнил, когда я смотрю на это все, что делают вокруг него, я вспомнил, был такой культовый фильм, Чапаев назывался, старшее поколение помнит этот фильм, братья Васильевы сняли его там, снимался Бабочкин, Кмит И там был такой герой в этом фильме, Петька, это был ординарист Чапаева, и вот по фильму он герой, просто герой, он совершает подвиги, берет там языка хватает А в романе, в настоящем, который написал Фурманов, Фурманов умер в 1926 году, а до этого он написал роман о Чапаеве, вот этот вот самый Петька, понимаете, ну он просто мельком там, какой-то, ну я не знаю, пренебрежительное к нему было отношение Он был вечно грязный, он был неопрятный, туповатый объект насмешек, вот такой был ординариц Но из него сделали героя, вообще там сказать, миф сотворили, и кто помнит, анки-пулеметчицы не было у красных, была у белых, баронесса Бодэ, она была пулеметчица Решили и анку-пулеметчицу, то есть мы жили в стране, которая сотворяла мифы, и тут я смотрю, опять же, появляется этот, как скажем, там, не знаю, гриб, и виноват этот боровик, и опять миф вокруг него, что он замечательный Более того, я вам скажу еще одну вещь, я вот вспомнил лет 30 назад, последний раз, читал гениальное произведение гениального человека, Иклава Васильевича Гоголя У него была комедия «Ревизор», я думаю, что многие эту комедию помнят, причем она была настолько мощной, что Николай, император просмотрев ее, сказал, всем досталось, а мне больше других И вот там это в пяти, она сказала, действия этой комедии, и там Городничий, когда выяснилось, кто такой Хлистаков, что он не тот, за кого себя выдает, Городничий сказал, что сосульку, я вот дословно, я помню просто, на меня это произвело впечатление Сосульку, тряпку принял за важного человека, если Бог хочет наказать, говорит Городничий, то он отнимает у человека разом И дальше Городничий говорит, ну что было в этом вертопрахе, похожего на «Ревизора»? То есть, понимаете, сосулька, тряпка, вертопрах и так далее, к чему я это вспомнил? Говорю, Саша Боровик, стопроцентный, стопроцентный, Хлистаков политический Вот все, что происходит, происходит именно так, поэтому, когда вы на него смотрите и слушаете, вспоминайте великое произведение великого человека, «Ревизор», все про него написано Есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей, добрый вечер Аль, вот, к сожалению, нет звонка уже у нас, не дождались, сорвался звонок Давайте дальше Мы говорим все-таки о кандидатах, и вот сейчас вы говорили и о Труханове, и о Боровике, а что можно сказать о Эдуарде Гурвице? О Гурвице? Знаете, вот прежде чем сказать о Гурвице, я бы хотел еще об одном участнике процесса избирательного, который меня постоянно волнует Я бы хотел сказать об электорате нашем Вот такое ощущение создается, что они все время ждут чуда То они ждали чуда от Костусева, потом они ждали чуда от нынешнего Труханова, понимаете? Теперь они ждут чуда от Саши Боровика Был такой фильм замечательный, тоже культовый, «Праздник святого Йоргена» Я скажу небольшую фабулу, значит, два мошенника в этом фильме, они бегут из тюрьмы, попадают в город, где ждут мессию святого Йоргена И один из мошенников, он как бы перевоплощается в святого, а второй превращается в инвалида В итоге они получают деньги с этого города и уезжают за границу Я попросил режиссера до того, как зайти сюда, чтобы он нашел мне этот отрывок, там, «Исцеление» из фильма Посмотрите, пожалуйста, будет интересно Давайте посмотрим, это действительно интересно Чуда! 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 Чуда АПЛОДИСМЕНТЫ Что, дорогие телезрители, ничего вам не напоминает этот эпизод? Или никого не напоминает этот эпизод? Я хочу сказать, думайте. Вот сейчас будут выборы, в воскресенье. Думайте, хватит ждать чудес. А то, я чувствую, опять дождетесь. Есть звонок. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Вопрос к Штерману. Да, да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, при каденции Микаэла Саакашвили, Эдуард Васильевич, сможет ли Одессу, независимо от Киева или Украины, все-таки продолжить развитие Одессы, как он делал это в те годы, прошлые наши? Я понял. Спасибо. Ну, давайте начнем с каденции Саакашвили. А вы убеждены, что эта каденция будет длинной? У нас вот, я общался с людьми, которые мнения разделились. Одни говорят три месяца, а другие говорят шесть месяцев. И его не будет. Его заберут куда-нибудь в Киев. Я не думаю, что президенту нравится губернатор, который начинает пользоваться большим авторитетом, чем сам президент. Эдуард Гурвиц в любом случае сделает то, что он наметил. Теперь об Эдуарде Гурвице, как вы спросили. Вы знаете, я вот специально посидел, так думаю, я знал, что я приеду и думаю... То есть вы подготовились? Я подготовился. Вот думаю, чтобы вспомнить, просто хочу напомнить вам, дорогие телезрители и избиратели Воскресенья. Дорогу на поселок Котовского помните, кто сделал? Гурвиц. А улицу Преображенскую помните? А Успенскую? А Калантаевскую? А Щерса? А Дегтярную помните? А Месоедовскую? Тираспольскую? Балковскую? Фонтанскую дорогу? И не просто сделал. Поменяли, вскрыли и поменяли все сети. Газ, вода, электричество. Понимаете? Дальше. А театральная площадь? Фонтан на театральной площади. Кто сделал? Помните? А бульвар? А фуникулер на бульваре? Этот красавец бульвар, который был освещен и потрясающе сделан. А Екатерининскую площадь кто сделал? Помните? А памятник Екатерине кто поставил? Несмотря на сопротивление, несмотря на то, что Ющенко говорил, сними, а Гурис Гун, нет, не сниму. Это история Одессы. Вы это помните? А Гурсат, этот красавец с этими львами новыми, с ротондой, с фонтаном. А вы помните все, что он сделал? Или забыли? А вы понимаете и должны это знать, что на ремонт всех дорог Гурвиц затратил меньше денег, чем Труханов на свои латки на дорогах. Это удивительный факт. О чем он говорит? Говорит о том, что украли. А самые большие муниципальные надбавки бюджетникам забыли? Короткая память. Медики забыли? Врачи забыли? Медицинские сестры, воспитатели в детском саду? Спортивные школы, преподаватели забыли надбавки? А обеды в школе? А столовые? А продукты? А помощь больным? А я как милиционер помню, майор Квитко стал инвалидом. Две руки не работают. Ему первую группу и будь здоров из милиции. А они в коммуне? Дети. И он инвалид. Пришли к Гурвицу через профсоюз. Обратились в милицейский профсоюз. Профсоюз обратился к Гурвицу. Трехкомнатную квартиру на поселке Котовску. Без разговоров. Вы это помните? Я думаю, что семья Квитко помнит. Хотелось бы, чтобы и вы это помнили. Не была закрыта ни одна поликлиника при Гурвице. Специально я для себя это сделал. Аппаратура покупалась. А ветераны войны, дети войны. Помощь какая была. Финансовая. В два раза больше, в разы больше, чем теперь. Тысячу гривен тогда, пятьсот сейчас. Тысячу гривен тогда это были деньги. Пятьсот сейчас, две пачки таблеток можете купить. И ни одна высотка не была. В центре города заложена. Гурвиц пришел, они уже строились. Он ушел, они уже начали строить новое. Вы что, это забыли? Что у вас память короткая? Я вот спрашиваю к тем, кто как бы говорит, а что там такого было? Я вот что хочу сказать. Я не хотел бы думать, что пакеты с дармовой гречкой способствуют развитию склероза. Поэтому вот сейчас здесь на телевидении говорю, можно любить Гурвиц, можно не любить Гурвиц. Он может нравиться, он может не нравиться. Факты говорят за себя. Поэтому, господа избиратели, электорат, я лично буду голосовать за Эдуарда Гурвиц. Вот так. Все предельно ясно. Спасибо, Александр Эдуардович. Спасибо. Наш блог подходит к концу. Хочу напомнить телезрителям, что мы продолжаем наш телемарафон. Сейчас, после совсем непродолжительной паузы, мы снова выйдем в эфир. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш сегодняшний телемарафон. Для тех, кто недавно к нам присоединился, я хочу напомнить, что сегодня в прямом эфире с гостями нашей студии мы подводим итоги предвыборной кампании. Еще раз обсуждаем основных кандидатов на пост Одесского городского головы для того, чтобы в день голосования, в воскресенье, 25 октября, сделать правильный и, самое главное, осознанный выбор. В рамках нашего сегодняшнего телемарафона мы проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Кому вы доверите возглавить местное самоуправление Одессы? У нас есть традиционно три варианта ответа. Если вы доверяете Саше Боровику, звоните по телефону номер 728-01-70. Если вы готовы доверить местное самоуправление Эдуарду Гурвицу, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же Геннадию Труханову, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, либо вы захотите поделиться любой полезной информацией, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Присоединяйтесь к нам, к нашей беседе, уважаемые телезрители. Высказывайте свое мнение, пожелания, предложения. Задавайте вопросы. Я думаю, что наши гости с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. А сегодня в гостях нашего очередного блока телемарафона люди, которые вам хорошо известны. Это глава фонда муниципальных реформ, Магдебургское право, профессор, доктор технических наук, народный депутат четырех созывов, экс-мэр города Мариуполь, Михаил Поживанов. Добрый вечер. Добрый вечер. И обладатель золотого мяча лучшего футболиста Европы 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, обладатель Кубка Кубков 1986 года, трехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка Советского Союза, человек отпечаток ноги, которого находится в Монте-Карло на Аллее Славы. Игорь Биланов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я рад вас видеть в нашей студии, рад приветствовать. Я думаю, что, конечно же, все телезрители узнали известных людей. Мы сегодня подводим итоги предвыборной гонки. Гонки непростой, гонки грязной, короткой. За это время очень сложно было разобраться в кандидатах, особенно в тех новых, которых мы совсем доселе не знали. Ну, тем не менее, она подошла к финишу. Завтра день тишины, послезавтра все мы будем голосовать. Скажите, пожалуйста, какие впечатления, какие эмоции произвела на вас эта избирательная гонка? Но перед тем, как вы ответите на мой вопрос, у нас есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем их и ответим на их вопрос. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Да. Значит, моя фамилия Васильев. Угу. Очень приятно. И я хочу сказать, вот что, что я сегодня смотрел выступление Боровика, да, в оперете, ну, встречу его. Так. И я понял, что он очень удачно выбрал место. Угу. Это действительно опереточный кандидат мэры. Вот. И там ему и место. Он пел? В этой оперете. Поэтому, да, я считаю, что, что больше его никуда и не надо. Вот, может, он в эту труппу попадет, да? И еще я хотел бы у Эдуарда Йосиповича спросить. Он, правда, был раньше на передаче. Да. Но я думаю, что вы с ним связетесь. Я уверен, что в следующий круг попадет Гурвиц и попадет Трухлявенький или Труханов, как его. Да. И будут ли между ними теледебаты? Договорились ли они? Вот это я хотел бы узнать. И еще я хочу добавить, что... Мы очень верили в то, что Саакашвили, придя в наш город, действительно много чего сделает. Это была целая бочка меда обещаний. Но вот Саша Боровик, это ложка меда, которая в бочку меда. Бочку меда. Дегтя, вы имели в виду, наверное. Да, да. Понятно. Спасибо большое за ваши вопросы. Что касается Эдуарда Гурвица, он готов к теледебатам. Более того, насколько мне известно, если это достоверная информация, якобы предоставляют эфир центральные телеканалы, первонациональные вроде бы. Поэтому главное, чтобы Геннадий Леонидович не отказался от таких дебатов. А так, я думаю, они состоятся. На прошлых выборах, да, он, к сожалению, не пришел. Откажется, это точно. Вы думаете, откажется? Сто процентов. Мне кажется. Что касается, вот, Боровика прозвучал вопрос. Сегодня у него было выступление в оперете, говорят. Ну, я в оперете не был, не видел, да. И обсуждать то, чего не видел, тяжело. Ну, помещение выбирают. Каждый какое-то там свое или кому что нравится, наверное, кому что ближе по его духу. И тут, наверное, наш телезритель, когда выступал, он правильно где-то это все и отмечал. Я бы ко всему тому, что вы добавили, еще сказал, а вот что нас объединило в этой студии вместе с Игорем Ивановичем, да. Мы оба доверенные лица Эдуарда Йошича Гурвица. И, конечно, когда вы задаете вопрос, там, оценить все, учитывая, что мы приняли, ну, каждый для себя, в силу, там, разных причин. Мы с вами когда-то беседовали в одной из передач, почему я доверенное лицо Гурвица, да. Игорь Иванович, наверное, сам где-то по ходу расскажет, что и как подвинуло его к принятию такого, ну, по большому счету, ответственного решения. Это решение, которое, ну, или от которого зависит в том числе вот от нашей поддержки. Мы понимаем, потому что каждый свой голос, свою капельку труда, своего понимания, он вкладывает в общую победу. А общая победа, она нужна для чего? Для того, чтобы в городе был порядок. Для того, чтобы в городе велась системная работа. Для того, чтобы люди не последние копейки там где-то считали, не знали, как им выжить от месяца до месяца при той пенсии, при той заработной плате. А чтобы они получали нормальные, комфортные услуги за минимальную какую-то оплату. Чтобы люди понимали, что у них появилась уверенность в завтрашнем дне. Чтобы реформы не пугали, что любая реформа это сразу повышение тарифов, это ухудшение жизни. И это такое, какое-то проклятое слово. А что реформа это улучшение жизни, это улучшение комфорта. Это снижение каких-то там тарифов. У нас в это уже никто в стране не верит. А вот мы говорили, буквально мы застали, скажем, когда с Игорем Ивановичем пришли. Эдуард Йович закончил свое выступление, выходил, мы в кулуарах студии встретились, поговорили. Еще раз по пунктам программы, скажем, пробежались. Установка тепловых счетчиков. Ведь я повторяюсь об этом. Оно кажется, вроде бы, ну все было так элементарно, но почему никто этого до сих пор не сделал. А ведь это приводит к чему? Что люди за тепло будут платить как минимум в два раза меньше. Как минимум в два раза меньше. Значит в семье останутся какие-то деньги на другие нужды. И второе по социальной защите. Эдуард Йович сказал, миллион гривен в день дополнительно вот с того профицита, который должен при децентрализации произойти, будут целевым направляться на социальную помощь одесситам малообеспеченным. Миллион, то есть 365 миллионов в год. Это минимально то, что кандидат в мэры пообещал. Мы с Игорем Ивановичем можем сказать, что мы знаем этого человека. Да, Игорь? И если он пообещал, то он это сделает. Простите, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос телезрителей и потом обязательно перейдем к обсуждению нашей темы разговора. Добрый вечер. Алло, алло, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. В Лудзовеле, в Лудзовеле, зачем вы мне это говорите? Зачем? Вы же знаете, что я не поверю вам, правильно? Алло, алло, алло. Телезрительница, телезрительница не слышит нас видать. Она с кем-то, да, она с кем-то параллельно разговаривает. Но я так понимаю, мы не сможем докричаться, да, пока до нашей телезрительницы. Ну, если что, Сергей Игорь Иванович, да, вам слово. Если взять из трех кандидатов, то, естественно, ближе всех, как для меня, как для спортсмена, как для человека, который в этом городе живет и не собирается отсюда уезжать. Ближе всех, Эдуард Иосифович, я благодарен ему за понимание, я благодарен ему за приглашение. И он пригласил меня, мы сели, обсудили много интересных тем, в том числе и спортивных тем, когда это касается юношеского футбола. Знаете, вы знаете, для меня это очень важно, потому что я люблю как бы работать в хорошей ауре, а не с людьми, где есть за пазухой нож там или камень. Если брать, вот еще раз я говорю, из трех кандидатов, то воровика я вообще не знаю, кто это такой. Я не знаю, я не знаю, кто как к нему относится, я просто не знаю человека, я просто уже надоело смотреть на них. Они приходят все, побудут год-два, убегают, а мы остаемся. Поэтому, наверное, надо больше слушать нас, а не тех людей, которые, как нахлебники, прибежал, наворовал, удрал, прибежал, наворовал, удрал, прибежал, наворовал, удрал. Если касается Труханова Геннадия, ну это, мне кажется, программа этого Алексея Алексеевича Костовского, это партия регионов, поэтому очень много было у меня встреч с Геннадием. Я хотел с ним поговорить, то есть посмотреть друг в друга в глаза опроса и по-человечески поговорить. Он это избегает, ну я не буду бегать, не собираюсь ни за кем бегать, я свою жизнь создал сам, благодарен тем людям, которые рядом со мной шли с хорошей аурой. Естественно, и плохая была аура, и понятно, что без поражения не бывает побед. Но для меня очень важно, что Эдуард Иосифович отнесся ко мне, даже при всем, при том, что я был когда-то с другими людьми, но я как, вы знаете, я не оправдываюсь, я как ребенок, я все-таки футболисты немножко, мы же не политики, мы спортсмены. Мне хотелось, чтобы у нас был чемпионат Европы, мне хотелось, чтобы наш футбол детский и юношеский развивался. Мне хотелось, чтобы людям, которые здесь, было какое-то уважение, людям, которые создавали историю. Я не говорю только про себя, я просто знаю, вижу половину ветеранов, которые никому не нужны. А разве можно говорить тому же Виланову, покупайте билет на футбол в Черноморец? Ну как можно мне сказать, покупай билет? Вместо того, чтобы делать рекламу, вам же. Причем при этом, при всем, вы берете мой золотой мяч, Черноморец, копию делаете и ставите его в музей. Но я это не понимаю, поэтому еще раз огромное спасибо Эдуарду Иосифовичу за понимание. И то, что мы посмотрели глаза друг у друга и не будем их опускать. Для меня это очень важно по жизни. Причем я не претендую ни на каких там чего-то, я совершенно ничего. Я просто хочу, чтобы в нашем городе был порядок, дисциплина, и люди верили во что-то. А не склоки, этот гадюшник, который я вижу в этом городском полкове. Я там не мог, я просидел там, извините меня, я чуть-чуть продолжу, да? Два года просидел, понажимал на эти кнопочки, а они все решают там между собой. Причем там половина молодежи, которая, ну нельзя так прямо сразу всю молодежь толкает. Ну это не все же плохие люди, ветераны с опытом, с мудростью. Ну нельзя это все так делать. Надо как-то немножко уважать друг друга. Они улыбаются и камень за спиной. Я это не люблю. К сожалению, используют, используют имена, используют известных, знаменитых людей для того, чтобы делать свои вот такие темные делишки. Мы действительно, мы с Игорем обсуждали эти проблемы. И я говорил в одном из эфиров, что мое решение тоже, оно было связано с тем, мы с Игорем знаем друг друга очень-очень давно. Я ему благодарен, он мне помогал поднимать футбол в Мариуполе, когда меня избрали мэром, была команда Азовиц, она была на 17 месте второй лиги. И считайте, за три года, благодаря Игорю, он начальник команды, тренер, и он выходил, обладатель золотого мяча, лучший футболист Европы, выходил играть во второй первой лиге. Это мало кто, наверное, даже здесь знает, из ветеранов спорта. И мы сумели команду вывести в высшую лигу. Мне, конечно, жалко, что сегодня мариупольская команда улетела, но это уже на совести. Как обычно, вмешалась политика, как обычно началось. Ну, это уже результат, вывести в высшую лигу команду, это большой результат. Есть звонок, сейчас, простите, Михаил Александрович, есть звонок. Добрый вечер. Алло. Да, да. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я опоздала немножко, когда выступал Горлис, я за него, ну, уже все время, 100 лет за него все время голосую. Вот что мне волнует? Вот сейчас нам накидали полно бумажек, а я не знаю, вот, ну, какая партия, какое, чтобы ему удобно было работать с ним, если его выберут. За кого наносовать, я не опоздала. Я понял ваш вопрос, да. Ну, ничего страшного, вы никуда не опоздали на самом деле. Мы этот вопрос тоже обсуждали. Вы знаете, я готов, наверное, буду как доверенное лицо, больше такой вот политической, где-то, точки зрения. Давайте посмотрим историю Эдуард Йоще. Человек, который возглавлял жавневый райисполком города Одессы, который еще в советское время первым принял решение и над зданием исполкома поднял украинский прапор. Человек все эти годы находился в таком национально-демократическом крыле и русле. Когда был Майдан, в том числе и здесь, в Одессе, этот человек был на Майдане. Этот человек помогал Майдану. Это человек, который помогал всему волонтерскому движению. Человек, который помогал, приобретал бронежилеты, каски, питание, отправлял это все в зону АТО. Человек, который никогда не прятал свою позицию. Человек стойкий, человек правильный, человек с позицией. Человек, который не обслуживал какие-то кланы, каких-то олигархов, какие-то там финансовые группы, которые приходили. Игорь Иванович совершенно правильно сказал. На короткое время пришли, наворовали, сбежали. Пришли, наворовали, сбежали. Еще людей за собой потянули. Да, они все время, правильно вы сказали, что они обманывали людей. В этой ситуации, если анализировать, кто баллотируется в городской совет. Ну, в моем понимании, самое правильное, вот в демократическом плане, осталась фактически одна политическая партия, это Батькевщина. Туда не попали экс-регионалы. Ведь на сегодняшний день притоном для экс-регионалов, сегодня опубликована была инфографика практически на всех сайтах, в каких блоках больше всего экс-регионалов. Оппозиционный блок, Ведроджиня, блок Петра Порошенко, Наш край. Вот это стали партии-пристанища. Они вообще не имеют никакой идеологии. Они создались, большинство, специально под эти выборы. Они не несут вообще никакой ответственности, получается, перед избирателями. Эти товарищи могут на следующие выборы пойти совершенно под другими названиями. Появится ваш край, появится доверяй словам, появится какой-нибудь там упадок, а не возрождение. И они пойдут в эти партии, потому что им очень важно остаться при корыте. Вот это основная их задача. Вы посмотрите, те, кто агитировали движение за Януковича, они сегодня все в этих партиях, они сегодня возглавляют даже штабы, они сегодня говорящие головы диаметрально противоположные. Вот я таким людям персонально не верю. Поэтому если говорить о партиях, то в моем понимании, наверное, Батьковщина это единственный выбор из тех, кто проходит в Горсовет. Потому что есть хорошие люди в новых партиях, но по всем опросам, ну они показывают, что эти партии не проходят. А терять свой голос никогда не хочется. Хочется голосовать за тех, кто придет и поможет. А дальше я уверен, что эти люди, они приспособленцы. И они, к сожалению, конечно, но вот люди будут голосовать за них. Но они приспособятся. Они приспособятся и к этому мэру. А учитывая, что его позиция будет правильная, что он имеет право вето на принятие решений, то и решения будут правильные. Решения будут направлены на решение вопросов действительно одесситов, действительно Одессы. Появится нормальная системная работа. Будут проводиться определенные реформы в разных отраслях. Мы просто об этом много говорили. И я сегодня видел в эфире и Совета реформ нашего грузинского друга Дмитрия. Мы с ним сегодня как раз встречались, обсуждали вопросы реформирования и образования, и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, экологической сферы. Мы обсуждали вопросы с участием Игоря Ивановича, в том числе и развития спорта. Вы знаете, когда он мне сказал, что его имя использовалось для детской, юношеской спортивной школы, он просто стесняется. Он говорит, мне неудобно в эфире говорить, а я говорю, что Игорь, это надо говорить, пусть люди знают. Прикрываясь его именем, собирают с детворы деньги, чего вообще, ну, так, да, мы же говорили, такого вообще нельзя. Это цинизм, это как такие люди, зато с роликов, бигбордов, да, они рассказывают какие-то красивые вещи, и вот это цинизм, они вводят в обман всех жителей. Я бы хотел, чтобы разобрались бы все-таки и с моей школой, потому что, я так понимаю, все-таки школа Игоря Биланова, люди могут думать, родители, все, что это заносят Игоря Ивановича Биланову. Лично. Да, лично заносят. А он вообще никакого отношения к ней не имеет. По 30 гривен, как я получил информацию, что приносят, я не знаю, собирают, и тренера сдают, кому-то сдают. Не знаю, кому, правда. Какая вертикаль у тебя идет. Прикрываясь вашими именем. Да, прекрасно вы меня понимаете, у меня совесть чиста, я поэтому и говорю всем, что в жизни копейки я с детей никогда не возьму. Для меня это мое имя, это мой город, в котором я вырос. И еще не было, наверное, такой области, где бы меня не было. Это и Винницкая, и Кировоградская, какая хотите область, и Львов, и где бы только не было. И причем я беру с собой золотой мяч, я хочу, чтобы детки все дотронулись к нему. Я говорю о хороших словах, иногда что-то искажают, что-то непонятное, когда говорится. Иногда мне неудобно, что у меня уже золотой мяч находится. Я делаю доброе, хорошее дело людям, а получается так все наоборот. Но ведь это пример, это положительный пример, которым детей можно зажигать. Об этом мы говорили, и он как раз, Игорь, говорил, что позиция Эдуарда Йоще, она была открытая, честная, правильная. Мы смотрели друг другу в глаза, мы смотрели, мы пожали руку. Это очень важно. Это очень важно, ни один из кандидатов этого не сделал. Постоянно какие-то амбиции, эмоции, постоянно что-то, а что они доказать хотят, я не понимаю. Ну мне тем более уже. Знаете, как вы говорили, ярмарка тщеславия, ярмарка тщеславия. Они красуются друг перед другом, каждый день, каждый показывает, насколько он любит. То площадочку сделал, то еще что-то. Но это показатель чего? Отсутствие системной работы в городе. В городе должна быть нормальная, хорошая программа, которая работает, которая целенаправленно все это делает. По ремонту улиц, по дворам, по подъездам, по лифтам, по тем же почтовым ящикам. Ведь в некоторые подъезды страшно зайти. И мы это все видим, все это знаем. Я говорил, что одесситы, только Гурвиц позволит сохранить колорит города. Всем остальным этот город безразличен. А реально город имеет свою историю. Сейчас открылась выставка здесь идет, где уже находится чуть ли не 600-летняя история города. Потому что я все время там вспоминал, когда в свое время митрополит Игнатий взял грека в 1776 году и вывел из Крыма при турецкой осаде Крыма. Греки перезимовали в районе Екатеринославля. А потом разделились на две колонны. Одна ушла в сторону Одессы, другая ушла в сторону Мариуполя. И это считалось, скажем, в Мариуполе 1778 год считался датой основания. Хотя до этого было поселение Кальмиевская, Паланка. В Одессе получается еще больше истории. Я вот видел эти документы, первые упоминания. На выставку ходил мне Сергей Савченко, это заслуженный художник Украины. Вот он подсказал, что сейчас открылось. Миша, посмотри, очень интересно. Я интересуюсь этими вещами, мне действительно очень интересно. И вот эту вот ауру, ауру, ауру Одессы, ее надо сохранить. Ее, ну понимаете, это жемчужина. Ну сколько песен, сколько слов хороших. Сколько юмора. Сколько юмора. Ну нельзя это. Историческая часть города. Вы посмотрите, мы сегодня с Эдуардом Йосичем прошлись, прогулялись по центральной части. Прошлись по Дерибасовской, Греческой площади. Зашли в городской парк. Он показал, вот где что он реконструировал. Мне в парке было настолько приятно, когда люди увидели, подошли, очень много людей, вот кто были, подошли к нему. Это было настолько душевно. И откровенно даже это, там несколько фото сделал у себя на фейсбуке, тут же поставил, написал и поблагодарил всех. Потому что, ну на самом деле это было душевно. И вот я одесситам реально благодарен. И Эдуард Йосичу благодарен. Я вот эти две недели в такой постоянно интенсивной здесь работе, я где-то что-то много дополнительного узнал. С очень многими людьми встретился. Встречался с многими кандидатами от разных политических партий. Вы знаете, многих объединяет любовь к Одессе. Вот когда женщина задала вопрос, как ему придется работать, к сожалению, закон вот выдумали такой о выборах, да, что без политической крыши идти невозможно. И кроме каких-то там негодяев, да, которые бегут ради вот этого корыта, есть в списках и совершенно нормальные люди. И вот здесь, конечно, ну надо смотреть и выбирать, и это будет правильно. Есть люди-патриоты своего города, кто любит его, знает и будет вот той опорой Эдуард Йосичу на работе, на Думской, скажем, на посту Одесского городского головы. Вот вы сейчас говорили об особой ауре, которая присуща Одессе. На самом деле город наш уникальный. Я думаю, ну, каждый настоящий одессит скажет вам о том, что в Одессе присутствует некая атмосфера, сугубо присущая только нашему городу. Абсолютно. Все бегут сюда, все почему-то, да, все прибегают, а никто не хочет отсюда потом уезжать, да, все влюбляются в этот город. И поэтому это очень ценно, сохранить именно вот это такое состояние. Есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, да. Мы слушаем вас. Я хочу просто сказать о том, что в преддверии выборов мэром города должен стать только одессит, который знает хозяйство города, который знает все сильные и слабые стороны в нашем городе, и который является еще патриотом города, а не Саакашвили, Боровики и так далее. А вы кого имеете в виду? Гурлица. Я уточнил просто. Я уточнил. Спасибо, спасибо большое. Ну, одесситы сегодня, кстати, звонили, очень много вопросов и разных задавали, вспоминали те, я же говорю, дела, которые были конкретно сделаны, не лозунги, не лозунги, не обещания пустые, а конкретные дела. Но были сегодня и тревожные сигналы. Многие телезрители звонили и говорили, что вот как вы считаете, спрашивали наших гостей, а не украдут ли наш выбор, то есть не сфальсифицируют ли результаты этих выборов? Теоретически, возможно, в этой ситуации я скажу, самое первое лекарство это явка. Как только мы сами становимся безразличны к выборам, когда мы считаем, что кто-то что-то там сфальсифицирует, то их точно сфальсифицируют. Если мы имеем очень высокую явку, мы имеем, соответственно, меньшее поле для фальсификации. В этой ситуации перестает работать административный ресурс. А давайте откровенно, вот из этих трех, кого вы поставили вопрос, кандидатов, двое пользуются админресурсом. Один пользуется админресурсом на уровне города, использует городской бюджет, городские средства. То, что он должен делать по своей работе, он это приписывает к себе, к своей команде, к тому депутатскому корпусу. И идет вот это давление, ведь мы не могли попасть ни в одну бюджетную установку, где нас бы там не приняли. Мы не смогли разместить реально наружную рекламу, потому что людей пугали. Я уже не говорю там о телевидениях, реально только 2-3 телеканала, которые можно попасть, можно поставить там ролик, можно где-то о чем-то было поговорить. Это при том многообразие телеканалов, которые в городе существуют. С другой стороны, админресурс со стороны губернатора. Он взял за руку, я уже не буду более плохие слова говорить, как собачку на ошейнике, и таскает за собой этого боровика, рассказывает, пытается свой рейтинг, который у него пока еще существует, переложить на вот этого боровика. Это тоже давление, это тоже давление, это тоже админресурс, это тоже то, что запрещено реально законом. Когда две стороны начинают нарушать закон, давить и делать, то, конечно, очень тяжело. Но я просто уверен в людей образованных, людей высокоинтеллектуальных, людей, которые любят свой город. А это люди, одесситы. Я скажу, что очень мне много пришлось поездить по миру, и я могу сравнивать людей, абсолютно не уменьшая способностей стран, которые сегодня стали уже членами Евросоюза. Скажем, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, да той же Австрии. Я сравнивал специалистов, я сравнивал людей, я сравнивал общеобразовательный уровень, и я видел, что наши люди по всем показателям на голову выше. Но мы очень часто равнодушны, мы очень часто не отстаиваем свое, а его надо отстаивать. Тогда не будет фальсификаций. Мы должны понимать, когда тебе даже дает твой руководитель, будь он руководителем города или области, какую-то неправильную команду, который заставляет тебя сделать какую-то махинацию. Не думай, что он тебя уволит завтра. Думай о том, что вот это твое действие на 10, на 15, на 20 лет заморозит развитие города. Заморозит развитие города, в котором должны жить ваши дети, в котором должны в спокойствии жить ваши родители, которые должны получать нормальные комфортные услуги во всех сферах. Медицина, социальная защита, образование, транспорт. Этого не будет, потому что они дорываются, чтобы красть, для того, чтобы перекладывать на вас что-то неправильное. И вот здесь надо понимать, мы не должны оставаться равнодушными. Если мы не будем равнодушны, то не смогут они сделать фальсификации. Не сможет ничего. Ведь все, в первую очередь, зависит от нас. И очень большой вопрос именно к избирателям. Но я еще раз повторюсь. Я верю в мудрость, интеллигентность, образованность одесситов. Это люди, которые понимают, что единственный выбор для Одессы – это Эдуард Йогурвиц. А я вот хотел бы спросить гораздо проще, так как спрашивают наши телезрители. И почему назрел этот вопрос? Да просто потому, что сегодня звонили в студию, причем звонили не один раз. И спрашивали, впереди зима, сложнейшая зима. Почему? Потому что страна находится в тяжелейшем положении, Одесса – не исключение. То же самое происходит и у нас в городе. И люди спрашивают, а как пережить эту зиму? Вот кто-то сейчас конкретно готовится к зиме, кто-то сейчас думает о том, как город и горожане будут зимовать. У меня такое впечатление, что весь город… Все погружены в избирательную кампанию. И кто не думает о том, что они билборды по городу. Все билборды. И вот вы скажите… Я сегодня прочитал… Сейчас, Михаил Александрович, простите, есть звонок. Давайте послушаем, потом я вернусь к зиме все-таки. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие. Я хочу обратить ваше внимание на цифры интерактивного опроса. Если на канале из 50 тысяч человек 50% на вашем канале, на круге Труханов и Боровик набирают больше 50%, я теряю активизм. Поэтому обращаюсь к ходавшим своих голоса за этих господ. Прошу вас обратить внимание на следующее. Вы едете по Балковской, Успенской, Фонтанской дороге и другим улицам и думаете, это сделал Горвиц. Вы едете в прекрасном троллейбусе и думаете, это куплено при Горвице. Вы находитесь на пляже, а песок там намыт при Горвице, а память Екатерины, а в частая поликлиника, а помощь старикам и бомжам. Возьмите мозги люди в руки. Дорогие защиты, если вы любите свой город, за все послевоенные годы лучше Горвица мэра не было. Мы держим в своих руках, в своих избирательных бюллетенях судьбу нашего города. Подумайте об этом. Спасибо большое. Спасибо. Ну тут добавить нечего. Откровенно. Молодец. Правильное и хорошее желание. Вот все-таки возвращаясь... Значит, вот возвращаясь к отопительному сезону. Я сегодня прочитал один из кандидатов на должность тоже городского головы, Светлана Фабрикант. Да, она дала очень жесткое интервью, в котором сказала, что отопительная система города к зиме не готова. Учитывая, что у нас может быть какие-то политические разногласия с ней, но понимание подготовки города к зиме, это вызывает опасения, это вызывает риск. И в этой ситуации только команда тех людей, кто понимает, что и как надо делать, а в первую очередь это как раз Эдуард Юрьевич Гурвиц, да. Потому что нынешняя команда, казалось бы, она должна была, тем более понимая, что на носу выборы, да, подготовить все должно было быть четко. Но мы реально помним работу, скажем, когда там один снегопад какой-то выпал и коллапс полностью наступил в Одессе. То я очень тоже обеспокоен, что риск тяжелой зимы, он действительно существует. Но с избранием Эдуарда Юща я уверен, что все будет сделано в коротшие сроки и вся подготовка пройдет и все пройдет на уровне. Игорь Иванович, хотел поинтересоваться у вас. Дело в том, что Одесса, ну, никогда славилась своим футболом, да, и Черноморец был в высшей легии, хорошо играл, и были звезды. И многие выходцы из команды потом перекочевали в другие клубы, еще при Советском Союзе, да, многие уехали за границу. То есть, можно было сказать, что была Одесская школа футбола. Одесская школа, потому что очень сильная Одесская школа. Согласен с вами сильнее. Так вот, скажите, пожалуйста, в последнее время кто-либо что-либо сделал для того, чтобы развивать вот эту Одесскую школу? Мы сейчас говорим конкретно о футболе, хотя можно было бы поговорить пошире о спорте вообще. Потому что ведь Черноморец это некий бренд. Черноморец это тоже реклама нашего города. Конечно. И поэтому не использовать это, да, довести команду до такого состояния, в котором она сейчас находится, но это тоже приступает. Мне очень тяжело разговаривать с теми людьми, которые улыбаются и делают все наоборот. То есть я, если я разговариваю с Климовым, он вроде как и все понимает, а все делает потом наоборот. Если говорить о юнорском футболе, если говорить о черноморце, то, извините, где у нас, какой может быть юнорский футбол, если детей уже берут деньги? Скажите, ну как может быть? Если брать меня, например, то я воспитывался, меня практически никто не готовил. У меня была молдаванка, я бил этот мяч об стенку, я мечтал. Я мечтал, действительно, я мечтал, не говорю, что прям о футболисте, лучшем футболисте Европы. Но я мечтал чего-то добиться, я стремился к этому. А сейчас привозят их, того на Мерседесе, тот захотел, поиграл, не захотел, обиделся, тот еще что-то. То есть нету пропало вот то чувство, желание пропало. Желание, потому что родители, они немножко мешают, они их тянут туда, там большие деньги, там все что угодно. Вы с утра до вечера били мяч в стенку, да почему-то. И мечтал же, у меня было желание, была мечта. А брать секундомер и засекать 7 лет ребенка, и бежать как можно быстрее, биться чуть ли не плечом об стенку, и для того, чтобы как можно быстрее съесть это пространство. То есть я стремился уже с детства, маленький ребенок, мне просто хотелось, мне прям огорело этим. Подскажите мне, кто сейчас горит. Ну ничего, сейчас после выборов, я уверен, мы говорили, и спортивный раздел у Эдуарда Иосифовича очень хороший. Я благодарен вам, что вы подставили плечо Эдуарда Иосифовича, я благодарен Валерию Манько, он ведет предвыборную кампанию тоже. Я благодарен моим друзьям, потому что все-таки у вас огромный опыт, и у вас, и у него. Вы были мэром, я это все видел, как поднимался Мариуполь, какие у вас было, с директорами заводов, какая была заруба, я все тоже это знаю, где вы характерны. Вот такой мэр должен быть. Но такой мэр есть. Вот Эдуард Иосифович, да, он должен быть такой, но нельзя, я не говорю, что я хорошо или плохо отношусь к боровику, да ради бога, но просто нельзя вводить его, как, извините меня, да, ну, это неправильно. Так нельзя, ну, я думаю, что люди, наверное, не глупые, все прекрасно понимают, и это минус самому мужику, это же ему минус, в первую очередь. Если ты характерный, если ты с именем, если ты пришел работать, так вперед, а действительно же не глупые люди. Абсолютно. Не глупые люди, они все прекрасно понимают, но иногда делают ошибки, иногда вот я вот раньше, когда я разговариваю с людьми, с бабушками, с дедушками, ездишь, вот я тоже участвовал раньше в этих предвыборных, я говорю, вот взять, например, Матвейчука, да, вот когда были раньше, я говорю, ну, он сейчас, вот, вот, за него голосуйте, он же сейчас, говорю, вот повернется, и уехал в Верховную Раду, и все, больше вы не увидите. Нет, он такой хороший, он такой классный, почему вы не голосуете за тех людей, которые, одесситы, которые рядом, есть кого спросить, ну, почему не голосуете, почему берете тех людей, которые, блин, не знаю, там, муки, там, да, или что-нибудь, там, сахара, или что-нибудь. Ну, это менталитет, да, это большая проблема. Вот, кстати, я же говорю, мы, сейчас у вас есть возможность обратиться к людям, почему, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, предвыборная гонка завершилась, завтра день тишины, завтра люди смогут, спокойно, собравшись с мыслями, определиться, сделать действительно правильный, как я говорю, осознанный выбор, сравнить кандидатов, сравнить все те дела, все те заслуги, которые они сделали для нас, для всех горожан, и когда придут на избирательный участок в воскресенье 25-го числа, то они уже не будут бегать по бюллетеням и не знать, за кого проголосовать, либо читать программы. Ну, кстати, если можно, Александр, буквально, вот, минуточку, которую я хотел бы обратить внимание. По телезрителям обратиться. Ну, это будет даже не обращение, я пока хотел бы один аспект еще тронуть, который я считаю очень важный. В день выборов каждый получит три бюллетеня. Один будет бюллетень по выборам депутатов до областного совета, один бюллетень будет по выборам депутатов в городской совет, и еще будет бюллетень отдельный по выборам кандидатов на должность городского головы. Вот, Эдуард Йосифович Гурвиц, он будет в этом бюллетене, там будет стоять номер, десятый будет написано Гурвиц, Эдуард Йосифович, и кандидат на посаду там, Одесского городского головы. Вот, чтобы тут вот каких-то ошибок не было, и люди понимали, где, в каком бюллетене, за кого голосовать, и где кого находить. Чтобы вот тут ошибок не было. Да, да, вот об этом я говорю, чтобы люди понимали, уже придя на избирательный участок, они знали, уже они приходят туда с определенным решением, знают, за кого голосовать, и где искать своего кандидата. Мы сегодня, вот в конце каждого блока нашего телемарафона, давали гостям возможность обратиться к одесситам, обратиться к избирателям с пожеланиями, с рекомендациями, с просьбами. Такая возможность есть и у вас. Что бы вы хотели сказать? Лучший, лучший из лучших, Игорь Иванович. Что бы вы могли сказать нашим одесситам накануне предстоящих выборов? Ну, я, вы знаете, я очень рад, что как-то так совпало, что номер 10, Эдуард Иванович, да, в бюллетене, да, зарегистрирован, под номером 10. Это мой очень любимый номер, я под этим номером выиграл очень много титулов, а я считаю его очень фартовым, этот номер, и хотел бы пожелать, ну, наверное, может быть, не в номере, конечно, все, но я знаю, что он приносит удачу. Для меня, для, все-таки, для того, для человека, который сделал в этой жизни, наверное, в спорте, немало. Я бы хотел пожелать, чтобы люди действительно проголосовали, сделали выбор правильный по одной простой причине. Ну, надоело уже слушать прихлебателей и тех людей, которые приходят, убегают, ну, хоть немножко уже включите, извините за это грубое слово, мозги, включите и проголосуйте правильно. Ну, хватит уже бегать туда-сюда, и что-то говорить, и слушать эти сказки. Давайте лучше останемся на месте, все свои люди, и будем разбираться в этой каше сами. Тем более, мы отсюда не убегаем. Приходите, пожалуйста, проголосуйте за номер 10, я буду очень рад, если это произойдет. Спасибо. Спасибо. Михаил Александрович, что вы хотите сказать о 10? Я от себя добавлю, что 10 на самом деле это счастливое число, ну, особенно при стрельбе, да, когда ты в мишень попадаешь в 10, то, значит, попадаешь в самый центр, ты достигаешь цели. Я желаю Эдуарду Иосифовичу действительно победить на этих выборах. В принципе, ну, так вот, анализ показывает, что у нас еще предстоит две тяжелые недели второго тура, но я полностью уверен в победе и в избрании Эдуарда Иосифовича Гурвица. И я надеюсь, я еще раз повторюсь, что одесситы очень интеллигентные, грамотные люди, образованные люди, и их выбор будет осознанный. А для города, ну, я опять не говорю, я не хочу повторяться, я просто уверен, что самый лучший выбор на сегодняшний день это Гурвица Эдуард Иосифович. И мы рядышком будем помогать делать, чтобы вот все то, что обещалось, что звучало с экранов, то, что он рассказывал, чтобы мы вместе, как одна хорошая команда, могли сделать, выполнить. И Игорь правильно сказал, что никто уезжать и убегать отсюда не собирается, чтобы мы честно могли смотреть людям в глаза и после выборов, и, скажем там, перед следующей какой-то избирательной кампанией. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам, уважаемые гости. Спасибо большое вам, уважаемые телезрители, за вашу сегодняшнюю активность, ваши телефонные звонки, голосование по нашему интерактиву. Я сейчас чуть позже подведу его итоги. Хочу поблагодарить всех гостей, которые были сегодня у нас в студии. Огромная масса информации прозвучала сегодня, много интересных тем освещалось, много интересных вопросов вы задавали, уважаемые телезрители. Спасибо всем за участие в нашем телемарафоне. Я хочу подвести итоги нашего интерактивного голосования. Напомню, что мы спрашивали у вас, как вы считаете, кому вы доверите возглавить местное самоуправление Одессы. И подскажите, пожалуйста, сколько процентов, я не вижу сейчас, 24 процента телезрителей считают, что они могут оказать доверие Саше Боровику, 48 процентов доверяют Эдуарду Гурвицу и 28 процентов доверяют Геннадию Труханову. Что ж, спасибо большое всем за участие в этом телемарафоне. Я хочу напомнить вам только следующее, что завтра вы все спокойно можете переварить всю эту информацию, сделать свой, только свой индивидуальный выбор. Но я очень надеюсь, что он будет правильный и осознанный. 25 октября, в воскресенье, мы ждем, что все вы придете на избирательные участки и обязательно примите участие в этом очень важном для нашего города голосовании. Спасибо вам большое, всего вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова